Тря на свои грандиозные габариты, степной клык двигался быстрее, чем любой противник, с которым Хаджар прежде сталкивался. Создав волей вакуум, он рывком скользнул в сторону и пропустил удар над своей головой. Поступи он иначе, то не сама лапа, а четыре жутких разреза явно выбили бы из него еще немного энергии, которую пришлось бы потратить на защиту. Разорвавший дистанцию Хаджар собирался контратаковать, но впервые в жизни, находясь в бою, он не успел. Он оказался медленнее, медленнее, чем противник, который заведомо не находился на несколько ступеней развития выше. Степной клык, вновь размазываясь волком, обрушился градом ударом. Хаджар тыльной стороной рукояти меча ударил по запястью правой лапы руки, чтобы уйти от левой легким качанием корпуса, но тут же оказался перед мельницей из ударов ногами. Они ливнем кинжала взвенели по плоскости его меча. Со стороны это выглядело так, как если бы раскаленные, красные когти степного клыка обрушивались на пелену из синего ветра, которым обернулся меч Хаджара. Он двигался на пределе своих возможностей. Его меч оказывался едва ли не в нескольких местах одновременно. Руки Хаджара мельтешили с такой скоростью, что остаточные изображения, зависая в воздухе, не успевали исчезнуть, как их сменял реальный взмах, чтобы оставить за собой очередной мираж. И то же самое касалось и степного клыка. Его удары ногами и руками сыпались со всех сторон и направлений. Сражайся, рычал он. Сражайся, северный ветер. Но Хаджар лишь защищался. Белой молнией и стальным волком они перемещались внутри круга. Каменные шипы взлетали в небо. Огромные впадины терзали землю. Вспышки алых разрезов от когтей уносились по земле и потоки синего ветра с танцующими внутри драконами и устремлялись к небу. Хаджар отбил мечом удар когтистой лапы ноги, а затем, рухнув камнем, он распластался по земле, чтобы подсечь опорную ногу степного клыка. Но тот, демонстрируя невероятные возможности своего тела, одними только пальцами-когтями оттолкнулся от земли. И сделал это с такой силой, что взмыв молнией к небу, тут же извернулся и обрушил удар когтистой лапы руки на спину Хаджара. Тот хлопнул ладонью по земле и ласточкой взмыл по каменному шипу, чтобы скользнуть по нему и, на развороту, секущий взмах направить в лицо степному клыку. Орк, все еще находясь в воздухе, извернулся и, скрестив руки, предплечьями защитился от удара, а затем, используя синий клинок, как точку опоры, ударил пяткой с торчащим на ней когтем в открытую грудь противника. Хаджар, видя, что не успевает вернуть меч обратно, сформировал пелену из мистерии воли. И то, что не смогла пробить Аркемия, прогнулась под ударом стальной лапы ноги. И это учитывая, что в этом выпаде не было ни грамма мистерии или энергии, лишь голая, но неудержимая физическая мощь. Отлетев в сторону, Хаджар пробил спиной несколько каменных шипов и замер на вершине самого крайнего. Он, до того, как ведомые инерции края одежд покинули условную границу круга, крутануть стопой и обмотать их вокруг ноги. Степной клык, после столкновения, отпрыгнул на противоположную сторону и, все в той же позе, на корточках, замер на вершине другого каменного клыка. Так они и стояли друг напротив друга. «Ты только защищаешься, северный ветер», — прорычал степной клык. «Почему ты только защищаешься?» Хаджар понимал, что говорит с орком, с тем, кто пришел грабить и убивать на его родине, попирать ногами землю его предков. Но он говорил и с братом. С братом, вместе с которым проливал кровь, с которым они прикрывали спину друг другу. «Ты мой брат, как я могу биться с тобой, Аркх?» Взревел степной клык, а затем выпрямился. Стоя на полусогнутых, не волк, но уже и не орк, он алыми, нечеловеческими глазами смотрел на Хаджара. «Посмотри на меня, Хаджар Дархан!» «Посмотри!» И Хаджар посмотрел. «Посмотри, кем я стал!» «Посмотри, какого монстра я создал своей яростью!» Алые угли постепенно затухали в глазах степного клыка. «Посмотри!» «Последний из племен степных орков?» «Последний из степных волков?» «Нет, брат мой, я кто и что угодно, но уже даже не орк!» «Я!» «Я!» «Я монстр!» Хаджар Дархан. Снег не успевал упасть на плечи степному клыку. Он испарялся и белый ореол чем-то напоминал шерсть зверя. «Ты пришел сюда умереть», — тихо произнес Хаджар. «Эти земли, брат мой, когда-то именно на них впервые охотился далекий предок наших племен. На излучине большой воды он поймал первую добычу и с этого началась наша история. Я не могу, ты должен, брат мой, иначе я никогда не смогу обрести покой. Не смогу встретиться с женой, обнять сына, показать ему на полях вечной охоты, как врезать топор, как догнать оленя, как правильно попросить у его духа прощения. Не отнимай у меня посмертие». Хаджар посмотрел в глаза степному клыку. Алые угли в их недрах потухли. Им на смену пришла лишь скорбь и печаль. Степной клык привел сюда армию не для того, чтобы разорять и уничтожать земли, полные невинных. Он привел их сюда для того, чтобы лишить Хаджара выбора. Степной клык пришел сюда умереть. Умереть с честью, в бою. Как и следовало свободному охотнику, Хаджар поднял над головой меч. Небо потемнело. Степной клык, запрокинув голову, завыл и стучал кулаками в грудь. Его глаза вновь вспыхнули алым светом, а испаряющийся с него действительно стал шерстью. Глава 1031. Даже стоя на расстоянии в 10 километров на стене стен Сухошима, Агниш чувствовал ту мощь, которая исходила от сражающихся. Их битва для него представала лишь в образе разноцветных вспышек и образов, которые то появлялись, то исчезали. Они сражались лишь несколько секунд, но превратили земли вокруг себя в последствия недельной бомбардировки воздушным флотом. А теперь же, встав друг напротив друга и что-то проговорив, казалось, готовились к финальному удару. Безумный генерал поднял меч. Держа его вертикально над головой, он смотрел на стремительно чернеющее небо. Где-то вдали, Агниш мог поклясться, он услышал бой боевых барабанов. Но все барабаны Сухошима в данный момент молчали, а бой только приближался. Жуткий и страшный, будто с той стороны снежных туч по небесам мчалось воинство. Стучали копыта боевых лошадей. Звенели мечели топоры о щиты. Потрясали копья и алебарды о землю. Луки звенели натягиваемой тетивой. Затем ударил гром. Яростным боевым кличем он прокатился по земле, раскалывая камни, разбросанные после схватки двух воинов. И когда Агниш уже было спрятался за выступ, не от страха, а из чистого благоразумия. Его взгляд, неожиданно, привлекла другая величественная картина. Снег закружился вокруг орка со стольными руками и ногами. Многотонные снежные массивы, превратившись в сферу, сокрыли его от взора людей и орков, а когда спали, то перед безумным генералом стоял волк. От морды до хвоста он был длиной в 20 метров, а высотой в холке оказался выше, чем стена сухошима. Он словно завис в воздухе и лишь передними лапами стоял на вершине каменного клыка. Запрокинув морду, он завыл. Высоко и утробно. И полной тоски, но в то же время, жажды битвы, вой разнесся по долине и на пару мгновений заглушил жуткий гром. И, когда опустилась тишина с неба, прямо в безумного генерала ударила яркая синяя молния, больше похожая на дракона, чем на саму молнию. То, что происходило перед его глазами, огнешний мог себе вообразить даже в самой смелой фантазии, навеянной песнями бродячих министрелей. Будто боги действительно соли с седьмого неба и перед глазами смертных устроили свою битву. Прикрыв глаза, Хаджар словно исчезал внутри нет, не потоков реки мира, а самого окружавшего его мира. Его душа растворялась в ветре, который проникал внутрь его тела и устремлялся к небу. И вместе с ним в этом небе исчезал и Хаджар. Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария Кокон растет 46-100. 58-100. Он был там, на этом небе. Он чувствовал, как облака, будто плиты континентов сталкивались, и как снег зарождался в их недрах. И он чувствовал эти облака. Чувствовал, как они лежали на плечах могучего титана, который нес их над всем миром, даже не замечая веса. Чувствовал, как этот же титан, порой свирепый, как лев, а иногда кроткий, словно домашний котенок, присутствовал всюду в этом огромном безымянном мире. Разом, везде, одновременно и одномоментно. Хаджар чувствовал его покой и его ярость. Вбирал в себя каждое мгновение, которое с самого рождения провел рядом с этим титаном. Он пытался услышать его, понять его, осознать его имя. Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария Кокон растет 62-100. 70-400. Шкала впадения в состояние медитации гусеницы и бабочки стремительно заполнялась, но Хаджару было все равно. Он должен был, должен был. И тут он посмотрел вниз. Себе под ноги, или, может, посмотрел наверх, или прямо перед собой, в сторону или назад. Он не знал, куда именно смотрел, но видел белого волка. Волка, который пришел умереть в битве. Хаджар не хотел его убивать, но должен был подарить как можно более быструю смерть. И тогда он обратился к титану за помощью. И ему ответил старец лютний в руках. Он положил в протянутые руки Хаджара обжигающую полоску стали, которую предварительно вытянул изнутри самого Хаджара. Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария Кокон растет 80-100. 98-100. Хаджар схватил ее и соединил со своим мечом. Его брат уйдет быстро и безболезненно. И однажды они встретятся вновь. Огниш смотрел на то, как молнии кружили в небе над головой безымянного генерала. Спиралью они сужались, пока, как сперва показалось, из их центра не ударил поток синего света. Но, стоило присмотреться, становилось понятно, что это не поток света, а тысячи, сотни тысяч и мириады синих молний, которые без устали били в острие подставленного под них клинка. Их чириканье, сперва похожее на пронзительный крик птицы, вдруг громыхнуло самым сильным и яростным ударом грома, который только слышал в своей жизни Огниш. Кровь потекла из его ушей, задрожали стены сухошима, вспенилась морская вода и огромные волны хлынули на берег, чтобы разбиться о фигуры орков, что-то вопящих и потрясающих оружием. А затем, когда все на мгновение стихло, то Огниш увидел лишь застывшего в прыжке белого волка и рассекшего его белую молнию. Он не то что не увидел и не смог почувствовать стремительного рывка безумного генерала. Но несколько секунд его разум отказывался осознавать того, что безумный генерал переместился с одного каменного клыка на другой. Он медленно убирал меч в складке одежд, сформировавших ножны. За его спиной изнутри огромного белого волка падал на землю пронзенный мечом орк. И кроме одной маленькой раны прямо на сердце, казалось, не было ни одного другого видимого глазу повреждения. А затем, еще до того, как Орд коснулся земли, над поединочным кругом, вдруг расправил крылья огромный дракон. Сотни метров в длинную, десять в ширину он вытянулся куда-то на восток и устремился в полете полным хищной красоты и ярости. Он рассек огромные волны цунами. Его крылья, жгучие молнии, испарили воду в море до такой глубины, что только через два удара сердца кипящее море смогло закрыть обнаженное дно. Но полет дракона не остановился. Его тело, потоки синего ветра, похожие на меч, пронзили десятки километров, а затем, где-то над землями Ласкана, они взорвались смерчем, разорвавшим землю и облака. И, когда все стихло, Огниш смотрел на то, как безумный генерал, сидя на земле, держал орка. Он прижимал его к груди, удерживая в полусидячем положении. «Скажи, брат мой, я сражался достойно?» Степной клык говорил медленно, чавкая и с трудом размыкая губы. Хаджар проглотил комок в горле. «Достойнее, чем кто бы то ни был, брат мой. Это хорошо значит, предки примут и простят. Они будут горды тобой». Хаджар прижимал к себе степного клыка так сильно, будто надеялся, что сможет удержать тлеющую жизнь в теле старого друга. «И тысячи лет о тебе будут петь песни «Свободные охотники». И слава степных орков никогда не угаснет. Пройдет сотня эпох, но о вас будут помнить». «Да», — протянул степной клык. «Окажи мне последнюю услугу, брат». «Какую?» — степной клык взглядом указал чуть дальше на северо-восток, туда, где находились его родные степи. «Не хочу умирать, так лежа не видя дома. Помоги встать». Хаджар, вновь проглотив тугой ком, поднялся. Он потянул степного клыка на себя. И орк, с пронзенным сердцем, лишь одной волей и целеустремленностью удерживая жизнь в теле, поднялся. Опираясь на Хаджара, он, прикрыв глаза, подставил лицо рассветному солнцу. И лучи, горячим дождем упавшие на снег, окрасили его самым ярким золотом. Золотом ласканских степей. «Любовь моя», — прошептал последний потомок первых орков. «Сын мой ядо». Степной клык вздохнул последний раз и жизнь покинула его. Но когда Хаджар отодвинулся, чтобы уложить мертвого брата на землю, тот остался стоять. Его жизнь покинула тело, но воля осталась. Воля, которая не позволила свободному охотнику умереть лежа. Лишь стоя, как завещали предки. Хаджар, встав рядом, поднял в небо меч. И рев дракона разнесся на многие километры вокруг. Мок Тансенхат имел ли он орков, подняв оружие, вторили этому реву. Мок Тансенхат еще долго над равнинами разносилась. Мок Тансенхат в золотых землях бескрайних степей паслось стадо оленей. Внезапно они побежали в разные стороны, но один из них не успел. Ему в шею вцепился большой белый волк. Уложив еще дрожащую добычу на землю, он грозно рыкнул. Из травы, шурша и паскуливая, выбрался маленький волчонок, точная, только миниатюрная, копия своего отца. Большой волк взглядом темных, теплых глаз, будто говорил. Смотри и учись, сын мой. Глава 1032. Генерал Декайшувер, к радости многих придворных и аристократов, выглядел уставшим и слегка постаревшим. Его кожа стала суше и несколько более серой, пальцы иногда дрожали, а узловатые суставы торчали скальными буграми. Теперь он немного прихрамывал, но не от боли, а от глубокого истощения. И только маслянистый взгляд давал понять, что Декаю, в целом, все равно, что о нем думают люди, он просто хотел отдохнуть, в идеале, развестись. Но вряд ли его императорское величество позволит Декаю избавиться от этого и этого существа. Хотя, стоило отдать должное, оно знало, как доставить мужчине в постели наслаждение столь высокое и чистое, что кроме него уже ничего больше не захочется. Совсем как наркотик из черного лотоса, который наемники чужих земель втирают себе в Десны, чтобы не знать усталости и страха в бою. С этими мыслями, мыслями об утехах со своей женой, если так можно было назвать нечеловеческое создание, Летиции Шувер, глава тайной канцелярии, зашел в рабочий кабинет императора. В коридоре, как всегда, ждали аудиенции десятки самых разных персон. Шувер улыбнулся. Он знал, что большинству из них, сколько они не регистрируются у секретаря, не ожидай своей очереди, а на аудиенцию не попасть. Самое парадоксальное, что это осознавали и сами ждущие. Они приходили сюда уже вовсе не для встречи с императором, а с теми, кто как и они, также ожидали своего часа короткой беседы с правителем Дарноса. Около кабинета императора, как знали все в столице, сватались династические браки, ссорились роды дворян и аристократили, заключались крупные торговые сделки и тому подобное. Серпентарий, не иначе. Внутри же кабинет Моргана Бесстрашного выглядел точно так же, как и всегда. Шкаф, стол и огромные кипы бумаг, пергаментов и табличек из различных материалов. У окна, спиной к оному, сидел Морган. В простых, но дорогих одеждах, с подвязанными волосами и короной, повешенной на подлокотник его рабочего кресла. Он внимательно вчитывался в один единственный документ, лежащий на его столе. И, судя по печати корпуса стражей, документ принадлежал руки болигоростойкого, относительного родственника Моргана. Относительного, потому что кровной связи между ними, а единственный мост связывающий великого героя императора помимо долга, была жена самого императора, которая являлась сестрой болигора. Отношения между стойким и бесстрашным, на памяти Шувера, складывались по-разному. От глубокой, чистой вражды, до дружбы и взаимопонимания. Декой, не отвлекаясь от документа, Морган указал настоящий перед столом стул с ситцевой сидушкой, а затем поднял бокал с алой жидкостью и немного оттуда отпил. Летиция Шувер. Теперь, благодаря этому существу, глава тайной канцелярии знал, что именно, на постоянной основе, пил император. И, видит боги и демоны, это внушало как уважение к глубокой самоотверженности Моргана, но и столь же глубокие отвращения и омерзения. А, ты про это, Морган покачал бокалом, а затем поставил его рядом с собой. Все мы ищем силы, Декой. Но такой ценой, мой император. У большой силы, большая цена, Морган говорил спокойно. Глаза его цепко ухватывались за вереницы букв в пергаменте донесения, но в голосе звучала легкая печаль. Я уже давно достиг своего предела. Это позволяет мне зайти дальше, чем мне уготовила книга тысячи. Но цена, как мой сын, перебил Морган. Чуть властно и куда более строго. Декой тут же подобрался, выпрямился и прокашлялся. В роли адъютанта генерала третьего легиона, он достойно сражается на северных рубеж фронта. Мой император показывает себя умелым мечником, офицером с холодной головой и весьма толковым полководцем. Хорошо, кивнул Морган, пусть соберет себе отряд из сотни тех, кого выберет сам, и с этим отрядом отправится в равнину Дельфи. Декаю сперва подумалось, что он ослышался, что Морган говорил несерьезно. Долина Делфи, находящаяся в неделе лета от столицы Лоскана, была предметом изысканий тайной канцелярии последние два века. И, к моменту, когда началась война, а регент-мать Лоскана решила уколоть противника Дереком Степным и его мертвыми, то про Делфи, наконец, удалось выяснить все детали. Именно там находилась главная мануфактура Лоскана, занимавшаяся производством высокоуровневых големов. Да, даже для того, чтобы произвести одного голема уровня рыцаря духа требовалось столько ресурсов, что за их стоимость можно было тысячу небесных солдат поднять до того же уровня, но Декай хорошо знал преимущества и опасность големов в битве. Он был еще молод в те времена, когда Морган, надев на себя генеральские регалии, вытаскивал из праха забвения полуразваленной, погрязшей в коррупции и распрях, ослабшей Дарнас. Деспотичной рукой диктатора он вытащил Дарнас за его же волосы из того болота, в котором погрязла империя. Шувер в те годы служил писарем при армии и лишь смотрел на подвиги, которые совершали Болигар, Касси, Морган, Терисфаль, Арун и прочие адепты, которые впоследствии стали великими героями. И, видят боги и демоны, сотня големов рыцаря духа, без всякого сомнения, стоит всех тех ресурсов, что тратится на их создание. Точно так же, как окупаются затраты на строительство военных судов равных ярости смертного неба. Он должен задержать производство големов, будничным тоном продолжил. В идеале, привести мануфактуру в полную непригодность. Но мой император, Шувер, вытирая платком под солба, с трудом мог поверить в то, что Морган говорил серьезно, и это не какая-то неуместная шутка. Хотя, за всю жизнь, глава тайной канцелярии не помнил, чтобы император хоть раз шутил. Долина Дельфи, она защищена немногим хуже, чем столица Ласкана. Даже получись у нас десантировать туда четыре из девяти наших легионов, мы бы осаждали ее десятилетия. Именно поэтому нам нужно не рубить с плеча топором, а тонко уколоть кинжалом, Шувер. Тебе ли этого не знать? Или твои люди работают как-то иначе? И все же так рисковать наследникам эта миссия невозможна, мой император. И стране, Декой покосился на бокал с алой жидкостью. Стране нужен будет император. Именно, Морган так и не отвел взгляда от документа. Стране нужен император, для которого невозможное, возможно. Пора моему сыну повзрослеть. Завтра же он получит мой приказ. Головой за это отвечаешь. Да-да, конечный. Мой император склонил ту самую голову Декой. Когда Морган говорил кому-то, что тот отвечал головой, то это было совсем не в переносном смысле и далеко не пустая угроза. Скажи мне, наша маленькая партия в Сухошиме увенчалась успехом? Полный. Мой император вздохнул от облегчения, что Морган перевел тему. Декой положил ему на стол два пергаментных свитка. Как мы и предполагали, Орг, созвавший Большую Охоту, действительно был знаком с Хаджаром Дарханом. Они сразились. Битва закончилась буквально три часа назад. Результат? Безоговорочная победа безумного генерала. Морган, впервые за разговор, поднял взгляд на Декой. Глава тайной канцелярии лишь пожал плечами. Уже вся столица, а значит и вся страна знает о его прошлом. Так что я подумал, что будет удобней, если мы не станем искусственно создавать ему какое-то другое прозвище. Морган недолго подумал и кивнул. Логично, только и сказал он, что с орками. Здесь уже как и предполагали вы, мой император. Они действительно развернулись в сторону Ласкана. Император, кивнув еще раз, отложил документ и потянулся. Хрустнули затекшие суставы шеи и локтей. Знаешь, что меня интересует во всем этом, Декой. То, что если про орков узнали мы, то узнала и регент мать. Именно. И, если она знала про горы Дакхаси, а она не могла знать, на ее земле случилось. То предполагала, что я не просто так отправлю почти равного великому герою в захолустный сухашим. Но, при этом, никак на это не отреагировала и позволила оркам высадиться, а теперь и развернуться к ее границе. Что-то в этом не так. Может у нее есть свои интересы на зеленокожих? Не все из них зеленые, шувер или те часы, которые я отвел тебе в моей библиотеке, ты потратил впустую. Нет, мой император, просто к слову пришлось. К слову пришлось, к слову приходится то, что пока регент мать будет занята своей интрижкой с орками, мы ударим по делфи. Тут Декой прокашлялся. Что еще, генерал? Мой император на счет почти, Декой сделал ударение на этом слове, равному по силе великому герою. Ну, вместо ответ шувер лишь пододвинул свой доклад. Прочитайте наш человек все подробно описал. Настолько, насколько ему позволяло его понимание. Брови Моргана слегка приподнялись. Лучшая ищейка тайной канцелярии, безымянный адепт что-то не понял в действиях повелителя. Что же, хоть что-то интересное с момента начала войны. Глава 1033 Чинами сидел на горном пике. В позе лотоса, положив на колени посох, он держал его руками и вглядывался в облака, плывущие у подножия горы. Под ними распростерлись долины границы Ласкана и Дарнаса. Чуть дальше, севернее, степи орка в бывшей степи, если говорить откровенно. Со смертью последнего из прямых потомков первого орка, очередная раса первых была обречена на упадок и скорую гибель. Так, как это уже произошло с ногами, жителями подводных глубин. Чинами, еще будучи послушником павильона волшебного рассвета, имел доступ к самым запретным из книг. Из них он узнал не только о ногах, исчезнувших из безымянного мира еще до того, как расправил крылья регион Белого Дракона, но и о многих других расах. Десятках и сотнях. Их вытесняли. Их линии крови прерывали. Их воля исчезала, а вместе с ней история мира. Однажды, прошептал чинами, здесь не останется никого, кроме людей и младших зверей. Ты боишься, старый враг? Рядом с ним сидел министр Джу. В своих изысканных, дорогих одеждах. С украшениями работы лучших подгорных гномиих мастеров. В его волосах блестели волшебные драгоценные камни. А ногти были украшены толченым солнечным золотом. Или, как его называли маги и волшебники, истинным золотом. Его добывали в столь малом количестве, что каждая унция имела стоимость, которую уважали даже в стране бессмертных. Правда, если в регионах истинное золото считалось драгоценностью первой пробы, то в стране бессмертных его использовали в качестве валюты. Последние несколько месяцев, после приказа императора Рубинового дворца, чинами и Джу только и делали, что играли в догонялки. Министр сразу же понял, что глава волшебного рассвета знает, где находится беглый дракон. И потому преследовал его по пятам. Чинами, мудрец и маг, в свою очередь, пытался запутать след. Он использовал свои лучшие заклинания, вплетая в них магию слов и волю, но, как бы ни был он могущественен, министр не отставал. И это делало ему честь. Показывало, как достойного бойца. Я помню времена войны трех зверей. Министр, чинами, провел пальцами по плывущему под ним облаку. Из него поднялись туманные фигуры дракона, феникса и тигра. Они били друг друга хвостами, драли когтями, кусались и клевали. Я помню войну, которую привела к падению первого императора драконов. Я помню войну, в которой брат шел на брата, отец на сына, мать убивала дочь. Я помню, как строили Рубиновый дворец. Я помню, как Травис, герой и предатель, пришел за жизнью нашего императора. И я помню все это, чинами, Джу тоже провел рукой по облаку. И фигуры трех зверей сменились лишь на одну, закованного в цепи дракона. И я помню, как эпохи назад именно ты накладывал свои могучие заклинания на цепи, которые сковали Трависа. Я не горжусь этим, Джу. И однажды, за свои грехи, я отплачу перед высоким небом и нашим предкам. Они замолчали. Каждый думал о чем-то своем. Оба, и Джу и Чинами были одними из старейших драконов, живших в этом регионе. Джу помнил рассказы своего старого прадеда, которого успел застать живым. Тот рассказывал, как участвовал в войне с черным генералом. Чинами мог похвастаться тем же. Все же у них был один прадед. Правда родственниками они себя не считали, как не считали и братьями. Слишком многое за прошедшие эпохи пролегло между кузенами, чтобы вновь вспомнить про братские узы. Скажи мне, где находится этот дракон? Джу еще раз взмахнул рукой и туманная фигура дракона превратилась в человеческую. Или мне лучше сказать, где находится этот человек? Чинами слегка сжал посох, но не рискнул атаковать Джу. И не потому, что боялся проиграть, а просто потому, что совершил он столь необдуманный поступок, как весь его план полетел бы в бездну. Нет, он не мог настолько оплошать. Как ты понял? Только и спросил Чинами. Это было не так уж сложно. Я проследил историю Трависа вплоть до момента, когда он покинул страну и отправился в свое путешествие. Отыскать в истории упоминания о нем было, конечно, труднее, но я справился. Скрестить свою кровь с человеческой. Многие молодые и горячие драконы метают свое семя по земле смертных, но-но оставить человеку технику пути среди облаков. Чинами вздрогнул. Он не говорил министру Джу, что Хаджар, потомок Трависа, обладает техникой пути среди облаков. Так что откуда об этом мог узнать министр? Волшебник посмотрел на чиновника Рубиного дворца. Тот сидел рядом и смотрел на земли, раскинувшиеся у подножия гор. Для них они находились едва ли не на расстоянии вытянутой руки. На деле же их горный пик, теряющийся в высоте, расположился за сотни километров от границы Ласкана и Дарноса. Что скрывал министр Джу и какие цели он преследовал? Зачем тебе нужен этот человек, министр? А тебе зачем, Мак? Чинами с легкостью парировал вопрос. Императорский род обречен на упадок, если первый том техники, созданной нашим предком, Белым Драконом, чье правое крыло пронзало пространство, а левое время не вернется обратно на родину. А вместе с упадком императорского рода, падет однажды и наша страна. А вместе с ней весь регион Белого Дракона будет обречен на вымирание. И ты, Чинами, конечно же не хочешь, чтобы мы вымерли. Странно слышать такие слова от министра, Джу. Всю свою жизнь я положил на то, чтобы помочь привести страну Драконов к процветанию. Чтобы наши дети и их дети могли жить свободно и свободно парить среди облаков высокого неба. Джу только улыбнулся. Великий Белый Дракон даже в его зубах можно было увидеть следы порошка из истинного золота. Этот Дракон не знал меры в своей ялчности. Нет, все хозяева небес страстны к драгоценностям, но до такого сумасшествия никто из них еще не доходил. И вот чего ты добился, мудрец Чинами. Мы сидим с тобой здесь, далеко от нашей Родины, от горных пиков и зеленых равнин и лесов страны Драконов. Сидим в регионе смертных. Смотрим на то, как умер последний носитель воли первого орка под рукой полукровки, которого ты укрыл. Чинами резко поднялся на ноги. Посох засиял в его руках чистой энергией. Не стоит, поднял ладонь министр Джу. Сейчас не время забирать его. Повелитель как это интересно. Путь среди облаков может привести лишь к стадии, равной рыцарю духа, но он достиг повелителя. Это стоит того, чтобы потратить немного времени на наблюдение. Маг, признавая свое полное поражение, опустился рядом с министром. Тот лишь похлопал его по плечу. Не расстраивайся, кузен улыбнулся Джу. Ты силен в магии и твоя мудрость глубока и крепка, но в своем обучении ты упустил такие нюансы, как хитрость, подлость, бесчестие и интриги. А ты, смотрю, в них преуспел. По лицу Джу пробежала легкая тень. Может и так он отвернулся и посмотрел на облака. Но вот мы сидим здесь с тобой, древние драконы. Могущественные существа и мы не вправе испепелить эти людишек. Забрать у них то, считаем нашим. И пребываем мы с тобой вовсе не в своей истинной форме, а в облике людском, находя его более удобным и правильным. Что ты хочешь этим сказать, Джу? То, что, кажется, твоя жизнь была потрачена впустую, министр указал пальцем на армию орков. Их судьба, наша судьба. Глава 1034. Хаджар смотрел на то, как в ночи пылает костер погребального костра. Стены Сухошима остались позади, а сам Хаджар стоял среди армии орков. Единственный человек. Но никто не поднимал оружие или руки на убившего последнего потомка первого орка, последнего из племен степных орков, последнего из племени степного волка. Погребальное пламя постепенно забирало тело степного клыка и пеплом уносило его к небу. Звучали горны. И стоял плач. Хаджар смотрел на то, как плачут орки. Свободные охотники. Прирожденные воины, которые с самого рождения сражались за право жить под светом безымянной звезды, которую люди называли Солнцем. Ирмарил так его называли когда-то очень-очень давно. Орки, сидя на земле, глухо стучали обухами топоров, копий, палец и кулаков о землю. И в их глубоком вое, отдаленно напоминающем волчий, слышалось что-то воинственно печальное. Что же, возможно, все воины всех раз сплакали на тризни одинаково. Хаджар, подойдя к костру, пламя которого испепелило бояного адепта даже стадии рыцаря духа, положил на грудь уходящему в поля вечной охоты брату волчий клык. «Пусть охота твоя будет богата, брат мой», – прошептал Хаджар и, отодвинувшись, направился обратно в крепость. Он шел среди орков и те, оказываясь у него на пути, прикасались к груди, затем ко лбу, а затем что-то к небу. В абсолютной тишине, нарушаемой лишь плачем. Плачем не столько по орку, которого большинство из них не знало, а сколько по уходящей истории. По пропавшей связи с предками. Еще 36 лет назад, в мире земли, Хаджар, Боря, Борей не понял бы такого поведения. Но теперь, впереди показались чернокожие орки ущелья смерти. Хаджар напрягся, но те, даже не скаля клыков, в молчании прошли мимо. Что же, не плюнули, хотя бы, на землю? Маленький брат, Хаджар резко обернулся. Позади него стоял просто огромнейший орк. Выше всех, даже тех долговязых. Белокожий, но с черными волосами, которые переходили в густой мех на груди и спине. В руках он держал палицу, на плечах носил шубу синего цвета из шкуры неизвестного Хаджару животного. А в волосах у него на ветру качалось столько перьев, что их сложно было сосчитать. Первый вождь, Хаджар, показал орочей знак уважения. Я скорблю по ушедшему брату вместе с вами. Нами, поправил орк. Его желтые глаза были стары. Так же стары, как Кассия, ректора школы святого неба. Белые перья в твоих волосах говорят мне о том, что ты такой же орк, как и те, что сейчас вокруг меня. Хаджар признательно кивнул. Белый орк из племени белых вершин обернулся к погребальному костру. Большая охота, как и обещал тебе наш брат, направиться к Лоскану. Слово чести, сказанное перед предками, не может быть нарушено. И мы чтим его. Так же, как чтим и ту боль, которую ты принял на себя, когда помог нашему брату уйти с достоинством охотника на поля вечной охоты. Вождь всех племен сделал жест уважения. Надеюсь, там он встретится со своим сыном. И нерожденной дочерью. Хаджар вздрогнул. Жена степного клыка была беременна. Да, кивнул орк. Она ждала дочь. Дочь и сын, маленький брат и любящая жена. Сытная охота и крепкий стан. Вот и все, что нужно для счастья свободному охотнику. Хаджар промолчал. Он только чувствовал, как тяжелеют плечи. Первый вождь, прошу простить мне мою дерзость, но уходите. Белый орк повернулся к Хаджару. Твои слова не от страха, прошептал он задумчиво. Будь это иначе, я бы вырвал перья белой птицы из твоих волос и разорвал бы тебя на части. Но твои слова не от страха, он идут от сердца. Так что, говори спокойно и смело, маленький брат. У Ласкана есть летающие боевые корабли. У них есть големы. У них есть пушки. И еще много того, что может уничтожить вашу армию на расстоянии. Скорее всего это так, кивнул белый орк. Так легко и спокойно, что Хаджар понял, что старый орк все это понимал и сам понимал, но все равно вел за собой лучших воинов всех орачьих племен. Но тогда, зачем вы все там умрете? И они встретились взглядом. Желтые глаза и синие. Хаджар посмотрел на за спину орка. На пылающий костер. И тогда он все понял. Сюда, в чужие земли, на край большой воды, не только степной клык пришел за смертью. Лапа огромного белого орка, в которой легко бы уместилось две головы Хаджара, легла ему на плечо. Ты расскажешь о нас, маленький брат, о том, какими мы были, как сражались, как жили. Расскажешь о пути предков. Я слышал от степного клыка, что ты знаешь, как ветер сделать певучие птицы. Расскажу, согласился Хаджар и вновь почувствовал, как что-то отпечаталось в его душе. Уже знакомое, почти родное чувство. Тогда иди, иди к своим охотникам и пусть охота твоя будет богата и предки, когда придет час, примут тебя с честью. Первый вождь коснулся пальцами груди, лба, а затем, шокируя Хаджар, вытащил из волоса дно перо и, несмотря на пальцы, величиной в человеческую руку, вплел его к двум таким же. Охотца умеренно, Хаджар Дархан, северный ветер. И пусть кровь не застилает твой взор, первый вождь, ответил Хаджар. Он развернулся и пошел обратно в Сухашем. За смертью в Эдземли пришел не только Степной Клык, но и все орки, что последовали за ним в чужие земли. Ибо Степной Клык – последний из тех, кто нес в себе волю первого орка. С его смертью, может через эпоху, может через две, а может через десять, но орки были обречены на медленное затухание и смерть. Но смерть в постели не то, что должно стоять в конце пути свободного охотника. И пусть это будет последнее, что они сделают в своей гордой истории, но они соберут большую охоту и с честью отпразднуют Тризну. Тризну по всему своему роду. Роду всех орков, всех десяти тысяч племен. Впервые за долгое время Хаджар ощутил тягу сесть за Ронджа, дотронуться до струн. Написать песню, балладу о том, как сражались свободные. Сев в верменные ветки тер, проскрепело что-то рядом. Хаджар повернулся. Рядом с ним стоял беловолосый мужчина. В его руках в свете полной луны сиял простой, неартефактный меч. Полная луна. Врем им мя-д-д-д-д-д-д-д-д-д-э-ли и, сверкнув лезвием, белый клык рванул в неистовом по скорости выпаде. Выпаде, который не взрыхлил землю, не оставил ни единого следа на траве или почве, не выбил огромные каменные пласты, но оказался незаметным для взгляда Хаджара. Он лишь увидел, как простой меч, полоска стали, лишенная энергии и магии, пробила ему грудь. Алая кровь потекла на руки Хаджара, обхватившего запястье, пронзившего его мечника. Экстренное сообщение. Носитель в критическом состоянии. Повреждение жизненно важных органов. 96,5% вероятность окончания дееспособности носителя. 99,9% глава 1035. Огромный тронный зал был пуст и чист. И это сочетание внушало одновременно и трепет перед его величием и тоску перед тем, как безлюдно оказалось место, где некогда звенели перы и балы, прославившие дворец столицы Ласкана на все семь империй. Теперь же единственным, что звенело среди высоких стен, мраморных плит зеркально-гладкого пола, колонн, фонтанов и даже маленьких садов в этом прекрасно зале, были шпоры капитана кавалерийского корпуса. В черных, покрытых сажей и копотью доспехах он не просто выглядел грязным пятном в белоснежном помещении, залитым дневным светом, сочащимся через высокие, разноцветные витражи. Он им, по сути, и являлся. Чеканя шаг, он шел к белоснежному трону из благородных пород волшебного мрамора. Слева и справа от кавалериста возвышались ряды фонтанов, в которых уже давно не журчало воды. Их не использовали так давно, что многие из придворных начали сомневаться в том, а включали ли их вообще хоть когда-нибудь. Сады, по сути, клумбы, огороженные от зала такими же белым металлическим забором, некогда изобилующие плодами, теперь остались лишь со своими, пусть и прекрасными, но пустыми цветками. Собственно, как и весь дворец, после смерти императора Гредида, дворец императорского рода выглядел лишь жалким подобием того, чем он был прежде. Что, впрочем, не умаляло всей его славы, изящества, монументальности, красоты. Сад сатиров, в центре которого находился дворец, ничем не уступал запретному городу Данатана. Хотя, повтори это кавалерист вслух, не сносить ему головы. Регент-мать слишком болезненно относилась к любым сравнениям двух империй. Она ведь помнила еще те времена, когда Дарнас вообще находился на грани исчезновения. Когда до того, чтобы его разорвали остальные шесть стран, не хватило лишь немного усилий. И, по какой-то насмешке судьбы, именно в момент наибольшей слабости восточного соседа, появился Морган Бесстрашный. Проклятый выродок. Часто повторял Регент-мать. Его отец принял только два умных решения за все свое правление. Засунуть свой отросток в лоно матери этого выродка, а потом спрятать его от нас в секте лунного света. Будь неладны эти пацифисты. Будь неладен весь демонов Дарнас. И это была чистая правда. В детстве, когда Моргану не было и шести зим, его отца и мать отправили к праотцам нанятые Ласканом убийцы. Ведь, случись война за территорией восточного соседа, как большая часть территории отошла бы именно Ласкану, как обладателю не только самой могущественной армии тех времен, но и того, у кого с Дарнасом наибольшая протяженность общей границы. Империя Чаверия и Газаргас. Императорский род, который неустанно повторял, что ведет свой род от великого короля древности, Газарангана, также имевшие общую границу с Дарнасом, просто не имели хоть сколько-то соотносительной военной мощью. Что же до оставшихся трех империй, то они были слишком удалены от Дарнаса, чтобы интересоваться им на тот момент. Теперь же все, кроме Ласкана, поджимали хвосты и испуганно скулили, видя то, как неограниченными темпами растет сила их северного соседа. Регент-мать глубоко поклонился кавалерист. Донесение с фронта. Женщина с белоснежными, как снег, волосами сидела на белоснежном троне и гладила мальчишку с точно такими же белоснежными волосами. Флаг Ласкана издревле считался одним из самых противоречивых и необычных. Белое полотно, на котором, серебристыми нитями, было вышито лишь несколько узоров, складывающихся символом весеннего равноденствия. Мальчик, игравшийся оловянными солдатиками у подножия трона, не обращал ровно никакого внимания на происходящее. Трехлетнее дитя было слишком поглощено своей игрой, чтобы отвлекаться на такие незначительные изменения в белоснежном зале, как появление еще пахнущего порохом капитана кавалерии. Трехлетний принц, который даже говорить не умеет, кавалерист смотрел на мальчишку, сталкивающего двух солдатиков и что-то бормотавшего себе под нос. Ходят слухи, что безумный генерал в этом возрасте уже тренировался так, что оторопь брала даже бывалых вояк баронства Лидус. Ох, мой император, на кого вы нас оставили? Поднимитесь, капитан Сикия, властно взмахнула рукой императрица. Она была красива. Пусть все трудности и перипетий последних веков проложили на ее узком, резко очерченном, как у скульптуры, лица глубокие морщины. Пусть в белых волосах появились серые пряди. Пусть пальцы стали узловаты, а узкая талия слегка оплыла, но она все еще была одной из самых прекрасных женщин семи империй. Регент-мать, повторила она, продолжая трепать волосы сыну. Когда-то ко мне обращали моя императрица или ваше императорское величество. Теперь же я, просто регент, которая, вскоре, отдаст бразды правлению своему сыну. Капитан Сикия, будучи не только поверенным правительницей, но и связующим звеном между регентом и начальником службы внешних дел, читай, гнезда шпионов и убийц, состоящих на службе у короны, прекрасно умел сохранять выдержку и каменное лицо в любых ситуациях. Но в душе, видя беспомощного мальчишку, которому еще даже оружие в руки не дали, он сомневался в том, к чему приведет такое воспитание. Это смертные считали, что ребенок в три года может играть с игрушками, мямлить неразборчиво несколько слов, с трудом соединяя их в предложение, и что лишь к семи годам с него можно хоть что-то спросить. У адептов все обстояло иначе. Что же до императорского рода? Донесение, сикия протянул запечатанный пергаментный свиток. Бывшая императрица, ныне, регент, взмахнула рукой и свиток, вылетев из рук кавалеристы, оказался в ее собственных ладонях. Она развернула его и вчиталась. Узкая, бритвенно-острая улыбка, исказила ее лицо, сделав и без того глубокие морщины еще отвратнее. Морган мстительный мальчишка, когда ты еще грудь матери лапзал, я уже таких как ты водила вокруг каждого из своих пальцев. Регент убрала свиток в пространственный артефакт. Отправь донесение, капитан, принц Дарноса должен войти в долину Дельфи. Он должен закрепиться на нашей мануфактуре, после чего улыбка регента, что казалось невозможным, стала еще острее. Почти оскал хищной птицы. Действуем по плану, капитан Сикия. Вскоре мы получим такой рычаг на Моргана, что все его мелкие интриги перестанут нас волновать. Конечно, моя императрица, поклонился кавалерист. Регент отвлеклась от созерцания росписи далекого свода. Изогнув правую бровь, она окинула Сикию оценивающим взглядом. Знаешь, почему, спустя столько веков работы тайным агентом короны, ты все еще жив, Сикия? Не имею знать, моя императрица, не разгибая спины, ответил капитан. Он знал. Видит боги и демоны, он знал это лучше, чем кто-либо другой. Ты умеешь льстить, Сикия? Может, это даже лучшее, что ты умеешь делать в своей жизни. И это тоже. А теперь, регент указала в сторону выхода. Отправляйся. Доставь донесения приграничным службам. Флот уже собран, големы тоже. Пусть они не оставят от Орачьева отродья ни следа. Я терпела их на границе, но теперь эти звери выполнили свою миссию и позволили Моргану думать, что это он обвел меня вокруг пальца, а не иначе. Больше я в них не нуждаюсь, но пусть все выглядят так, словно мы не ожидали нападения. И ступай уже, мне надо кормить ребенка. Да, регент мать, кавалерист вновь поклонился и так, находясь в полусогнутом положении, попятился назад. Затем, резко развернувшись, он, ускорив шаг, постарался как можно скорее покинуть помещение. Как мужчину, как воину, как человеку, прошедшему многие войны, ему было противно видеть, как мать кормила трехлетнего мальчика, будущего воина, своей грудью. Сикия прекрасно понимал, что, как бы ни закончилась война с Дарносом, у Ласкана не было будущего. Что же, значит он будет сражаться хотя бы за то настоящее, что осталось у некогда Великой Империи. Глава 1036. В деревянной лачуге, пропахшей застарелым запахом мокрой древесины, собачьей шерстью и чем-то муксусно-приторным, на маленькой софе, заменявшей кровать, лежал мальчик. Свернувшись комком под прохудившимся одеялом, сшитым из старого тулупа и каких-то обмотков, губа мальчишки дрожали, он что-то бормотал и морщился. Ежду бровями пролегала глубокая складка. Было видно, что ребенку страшно. Страшно настолько сильно, что он хотел, наверное, больше всего в жизни, проснуться. Пусть на улице стояла темная полночь, а небо затянули тяжелые зимние тучи. Вьюга заметала снежные лавины, а холод стоял такой, что ставни, заменявшие в доме стекла, промороживало насквозь. Но, даже несмотря на все это, мальчик хотел бы проснуться, выбежать на улице и рухнуть в снег, чтобы мороз и холод заставили его понять, что все, что он увидел, лишь не более, чем ночной кошмар. Но он не мог, лишь дрожал, почти скулил, пребывая в центре самых жутких видений, который только может вообразить себе разум. «Давай я тебе помогу, маленький храбрец», прозвучал тихий, мягкий голос. В дальнем конце комнатки, в которой лежал мальчик, еще горела лучина. И свет тлеющего кончика отсеченной щепки вдруг разлился в пространстве ореолом золотого блеска. Он закружился не хуже в юге, только состоял не изо льда и снега, а из света и пламени. Огонь вскоре стал простым серым плащом с множеством разноцветных заплаток. Свет лаптями, а потом и холщовыми штанами с льняной рубахой. Крепкие, но суховатые руки держали такой же простой саморезный посох. Сперва могло показаться, что его держал в руках юноша, но затем становилось видно, как на лбу пролегают морщины. Как, пусть и немного, впали щеки, как слега посерела кожа. И, несмотря на то, что прекраснейший лик, которым природа могла одарить мужчину, выглядел так, будто ему не исполнилось и 25 весен, он имел на себе все признаки приближающейся старости. В волосах пепельного цвета уже даже появились белые пряди, а в разноцветных глазах один голубой, а другой карий, что-то помутнело. Юноша-мужчина-старец, все в одном. Он слегка ударил посохом и пол и тут же, прямо изнутри досок, как по волшебству, пророс стул. Волшебник, а им он и был, как же иначе, сел рядом с завернутым в одеяло комком. Он провел руками по волосам ребенка, а затем потянулся и поднял лучину. Лишь недавно она пылала ярче факела, но сейчас вновь едва-едва разгоняла мрак вокруг тлеющим угольком чадящей опилки. Волшебник с разноцветными глазами двумя пальцами сжал алую, дымящую точку. Движение, которым обычно тушат свечу, должно было погрузить комнату во мрак, но этого не произошло. Вместо того, чтобы потушить огонек, волшебник приподнял его над лучиной. Та еще дымила, но больше уже не тлела. Алая искра, покинув кусочек древесины, зависла на кончиках пальцев волшебника. Ну, дружище, как-то ты захерел, улыбнулся странный визитер. И, будто услышав его слова, огонек несколько раз мигнул. И, почему-то это выглядело так, словно он понуро опустил голову и даже попятился назад. С той лишь разницей, что у искры не было ни головы, ни ног, ни эмоций. Но волшебника это не волновало. Будет тебе, чуть строже, произнес он. Видишь, какое дело, он указал на мальчика. И огонек, вновь демонстрируя невозможное, словно слегка повернулся к дрожащему от кошмара. Поможем ему? И искра засияла чуть ярче, как надувший грудь кабачный задира, уже засучивший рукава перед жаркой дракой. Ну ладно, засмеялся волшебник. Я тебя понял. Он поднялся и поставил посох рядом с собой. Тот должен был упасть, но так и остался в вертикальном положении. За работу. Волшебник вытянул перед собой искру и произнес несколько слов. Огонек, который был не больше иголочной головки, вдруг вспыхнул ярким пламенем. Разом осветив всю комнату, не оставив ни единого клочка для тени, сумрака и уж тем более мрака, он поднялся до самого потолка. Но ни обжег ни досок, ни льняных занавесок, ни, тем более, руки волшебника. А тот произнес еще несколько слов. И пламя закрутилось, завертелось, пока не превратилось в синюю реку. Талентой девушки-танцовщицы взвелась в пространстве между полом, потолком и дрожащим от страха ребенком. Волшебник опустил руку в эту реку. Будь она из воды, то он немедленно бы начал тонуть. Даже несмотря на то, что ноги его стояли на полу комнату, а сама реку не превышала шириной три пальца, он бы в ней утонул. Таково было проклятие, которое ограничивало его суть. Но река, тоньше лезвия бритвы, но глубиной во многие метры, не имела в себе ни капли воды. Лишь горячее, синее пламя. Жидкое, но все такое же ярко пылающее. Изнутри реки огня волшебник достал еще один маленький клочок света. На этот раз не синего или оранжевого, а белого. Совсем как снег, который, почувствовав жар, испуганно убрался подальше заставни. Положив белый огонек на ладонь, волшебник поднес его к губам и прошептал еще несколько слов. Он сложил ладони колодцем, прикрыл разноцветные глаза, то перед ним на ладони стоял маленький человечек. Точная копия дрожащего от страха ребенка, только уменьшенная в сто крат. Сердцем твоим будет пламя свечи, прошептал волшебник. Маленькое и беззащитное, но способное дарит тепло и уют, а при необходимости сжечь все, до чего коснется. Волшебник взмахнул рукой и реки синего огня сжалось до маленькой иголки. В ней, вдруг, зазвенел детский смех, сопряженный с журчанием материнского и громом отцовского. Кто, как ни свеча, знает о всем, что происходит внутри дома. Мечом твоим будет радость родителя и покой дитя. Синяя иголка легла в руки маленького, белого человечка. Затем волшебник, все также держали липута на ладони, наклонился над софой. Он провел свободной ладонью над старым, самодельным одеялом. Какие хорошие люди, протянул он. Одеяло еще помнило прикосновение рук отца, который чинил его каждый раз, когда-то окончательно прохудившееся, рвалось от малейшего прикосновения. Тепло материнских пальцев, заботливо подтыкавших его под дитя, еще не покинуло краев одеяла. Волшебник взял твердые прикосновения отца и сделал из них доспехи для маленького воина, а из теплоты матери узор из солнечных лучей, сиявших лучиной во вновь начавшей сгущаться тьме. Помоги ему, прошептал напоследок волшебник и опустил ладонь. Лилипут, комично отсалютовав, спрыгнул на плечо дрожащему мальчику, а потом нырнул в него, словно в реку. Сперва ничего не происходило, но потом складка между бровями ребенка выровнялась, губа перестали дергаться, а сам он слегка расслабился и даже перевернулся на другой бок. Дыхание ребенка выровнялось и он погрузился в спокойный, сладкий сон. «Запомни, маленький храбрец», — шептал волшебник, гладя ребенка по волосам. «Все, что тебе нужно, чтобы победить свои страхи, уже есть в тебе самом». С этими словами он взял в руки посох и, безо всякой магии, осторожно открыв дверь горницы, направился на улицу. Туда, в холод и мрак, где его уже ждал тот, кому в такой обстановке жилось лучше всего. Глава 1037 Они стояли друг напротив друга. Высокий, плечистый демон, завернутый в серый хищный плащ. И в данном случае это вовсе не метафора или игра слов. В прорезях накидки действительно виднелись клыки и глаза. Демон, принявший человеческий облик, носил широкополую шляпу, скрывавшую его лицо. Видно было ли шалый глаз, сверкавший через разрез в поле. В руках он держал кровоточащую, алую сферу, а вокруг накраились черные комки, чьи-то ночные кошмары. Сейчас они выглядели агрессивно и даже расстроено. Но оно и понятно, этой ночью они не дождались появления своего очередного брата. «Здравствуй, старый враг», — слегка поклонился демон. «Ты выбрал слишком неприятный способ, чтобы позвать меня навстречу». Волшебник, который, несмотря на жуткий холод и вьюгу, все так же стоял в своих простых одеждах. Лишь прикрыл пепельные волосы с белыми прядями своеобразной седины, конусовидной соломенной шляпой. Развивался за спиной его заплатанный плащ, а к поясу, простой тесемке, подвязавшей штаны, был прикреплен маленьких, холщовый мешок. «Эта ночь страшна и без твоих кошмаров», — Хельмир, в голосе волшебника, несмотря на то, что он говорил самим Хельмиром, повелителем ночных кошмаров, древним демонам и миссаром самого князя демонов, не было ни тени страха. «Так что я взял на себя смелость немого помощь этому дитя. Никто не вправе мешать моим кошмарам, эш», — чуть с нажимом произнес демон. Алая сфера в его руках вспыхнула кровавым светом, а прорези в плаще хищно зарычали. «Это мое право». Тени потянулись к ногам волшебника. Холод и мрак сгущались, превращаясь в нечто чужеродное, пугающее и смертельно опасное. Волшебник, которого назвали Ишим, сохраняя спокойствие, лишь легонько ударил посохом о снег. И, в ту же секунду, тучи, закрывшие небо, лопнули мыльными пузырями. И вновь это не было ни метафорой, ни игрой слов, тучи, закрывшие звездный свет, действительно лопнули. И их осколки, в виде переливающихся всеми цветами радуги, мыльных пузырей понеслись по ветру. Ночное небо тут же засияло россыпью разбитых драгоценных камней. Но звезды, на этот раз, не сияли холодно и безучастно. Они, вдруг, закружились в хороводах, заплясали жаркими танцами. И свет их вытягивался длинными спицами, потоками дождя, потянувшимися к поляне. Хельмер поднял взгляд и, запахнувшись плащом, отошел к единственной тени, которая уцелела под натиском звездного света. Кружок тьмы на белом снегу, который создавала его алая сфера, расширился достаточно, чтобы на нем мог уместиться демон. Прошу прощения, мудрец. Нехотя поклонился Хельмер. Я забылся. Волшебник вновь ударил посохом о снег и все исчезло. Замерли звезды. Свет втянулся обратно в бездонную вселенную, а сама она оказалась скрыта тяжелыми облаками. Зачем ты позвал меня, пепел? Мастер почти всех слов, тоном, полным официоза, произнес демон. Волшебник, которого назвали пеплом, поднял голову к небу. Помнишь, однажды, ты явился ко мне. Тогда у реки, которая уже давно пересохла. Пересохла из-за того, что ты убил ее духа, перебил Хельмер, чтобы спасти мальчишку. Мне всегда казалось, эш, что ты питаешь какую-то слабость. К маленьким детям мужского пола. И если бы не тот факт, что ты любил реку, я бы подумал, что с тобой что-то не так. Волшебник промолчал. Хельмер же, вздохнув и покачав головой, уселся на трон из роя своих ночных кошмаров. Не понимаю тебя, мудрец. Тогда, десятки эпох назад, когда я встретил тебя, ты был молод и слаб. Ученик Хучина Синего Пламени, мастер Тысячи Слов, первый убийца Анабри, одержимый грехами прошлого, кровавый генерал. Ты победил рек Кера, спас принцессу, украл ее первый поцелуй и отправился вместе с Рейкой за Великое море, чтобы понять, что лишь приплыл в то место, где сейчас находится Ласкан. Я знаю свою историю, Хельмер, прошептал пепел. Так же, как знаю и твою. И что с того, что ты ее знаешь? Развел руками демон, при этом алая сфера все так же зависла напротив его груди. Ты знаешь многое, пепел. Ты пережил всех, кто еще помнил твое время. Одолел того мага, который умел превращать иллюзии в реальность. Ты сильнейший и старейший из бессмертных. С легкостью, в любой момент, стоит лишь пожелать, ты бы мог стать богом и подняться на седьмое небо, но все так же живешь в мире смертных. Я одного не понимаю, зачем? Волшебник пожал плечами. Я люблю, когда звезды светят над моей головой, а не под моими ногами. Уклончиво ответил он, а затем добавил каким-то придурковатым, насмешливым тоном. К тому же, смертные девушки более сговорчивы, чем богини. Опомнись, Ирод, ты затащил в постель богиню любви вместе с ее дочерью. Одновременно. Честь ради, я не знал, что они родственницы. Спустя мгновение оба, и демон, и волшебник засмеялись. А потом на поляне вновь повисла тишина. Сколько эпох мы уже сражаемся с тобой, Хельмир? Много, старый враг. Может даже, слишком много. Иногда я уже сам не понимаю, враждуем мы или же дружим. Не всех. Что? Дернулся, Хельмир. Ты сказал, что я пережил всех, повторил волшебник. Но это не так. Может, я не покидаю мира смертных, потому что единственным, кто остался из моего прошлого, это ты, Хельмир, повелитель ночных кошмаров. Ты единственный, кто помнит времена, когда я путешествовал с отрядом бродячих пней. Когда мы остановили ваш парад демонов, Хельмир замолчал. Мне нравилось мире, наконец, произнес он. Единственная из всей вашей братели. Мири-березка, она была горячей дамой. Жаль, я так и не смог ее совратить. Ты ее убил. Не своими руками, но не буду этого отрицать. Кровь каждого из бродячих пней, так или иначе, на моих руках, кроме твоей, мудрец. Полукровка Союза Человеческой Ведьмы и Принца Ифритов Огненных Фири. Ты оказался мне не по зубам. Старая Гвелл хорошо тебя спрятала, когда ты был маленьким, а потом и вновь тишина. Тяжелая и гнетущая. Завывал ветер, он гнал снег и осыпал плечи говорящих острыми льдинками. Человек, который помнил столь древние времена, что император драконов казался ему несчастным ребенком. И демон, который существовал еще до того, как появился на свет мудрец, узнавший почти все слова. Давай сразимся, Хельмир, неожиданно произнес волшебник. Сразимся в последний раз, без хитростей и уловок, без трюков и обманов. Сразимся так, как сразились бы, если бы встретились вновь. Десятки эпох назад, на берегу реки, ночью, когда я убил ее духа. Хельмир ответил не сразу. И зачем мне это? Я знаю, что ты победишь меня, мудрец. Проклятие, ты победишь любого, кроме, разве что, моего мастера, королев Феерия Яшмового Императора. Так что зачем мне соглашаться на заведомый проигрыш и смерть? Потому что если нет, то я вновь, как и прежде, как сотни раз прежде, я остановлю парад демонов. И ты вновь останешься ни с чем. Сколько твоей душе, мудрец, угодно, пожал плечами Хельмир. Посмотри на себя, эш, ты стареешь. Ты отказываешься стать богом и потому твоя смертная оболочка постепенно умирает. Твоя душа крепнет, твоя сила лишь растет. Но, даже если бессмертный не властен времени, то все мы подчиняемся костлявой леди. Твое тело умирает. Я же, вечен. И однажды ты либо станешь богом и больше не сможешь вмешиваться в мои планы, либо умрешь. Разве в этом есть честь? Разве есть честь, в том, чтобы выждать, пока твой враг умрет? Честь едва ли не сплюнул Хельмир. Байка для юных глупцов. Когда ты умрешь, пепел, то я одержу победу. Мне нет смысла сражаться с тобой сейчас, чтобы умереть. Если захочу, то я проживу еще сотни эпох. Хоть тысячи, пожал плечами Хельмир. Я проживу дольше. Я проживу вечность. Хотя, мы оба знаем, что твои дни сочтены, мудрец. Твоя смерть куда ближе, чем сотни эпох. Она куда ближе, чем жалкая тысяча лет. Волшебник промолчал. Так что я спрошу еще раз, зачем ты позвал меня, мудрец? Зачем нарушил мое право и убил мой кошмар? И пепел, что неожиданно, вдруг просто вздохнул и тяжело оперся на свой посох. Кто знает, протянул он. Может, я просто хотел поговорить со старым врагом или старым другом? В конце концов, в эту ночь погибнет твой протежи и, может, я и не доживу до парада демонов, но, хотя бы в этот раз, ты вновь останешься ни с чем. Хельмир сперва засмеялся, а затем, резко опомнившись, протянул ладонь. На нее запрыгнул комочек ночного кошмара и что-то пропищал на ухо своему хозяину. Что ты сделал? Резко подскочил на ноги Хельмир. Что ты сделал, маг? Демон попытался было нырнуть в тень, но не смог. Снег, на котором он стоял, вдруг вспыхнул белым пламенем. Исчезла поляна, пропали тучи. Волшебник и демон стояли посреди бескрайнего мрака, который ударами меча прорежевал свет разноцветных звезд. Это темница, Хельмир, произнес волшебник. Она простоит неразрушимой всего одну ночь. Ты пришел в нее по своей воле, но уйти сможешь лишь тогда, когда падут ее стены. И даже со всей твой силой, тебе ее не разрушить. Что ты сделал, проклятый полукровка? Свел двух вестников вместе, ответил пепел. И, наверное, подписал собственный смертный приговор. После этого волшебник шагнул в свет одной из звезд. Разъяренный демон, рыча и сыпля проклятиями, остался стоять в одиночестве посреди темницы, созданной величайшим волшебников из когда-либо жившим. Тем, кто знал ровно столько же волшебных истинных слов, сколько знали королевы Фиере, князь демонов и Яшмавы император. Он знал их все, вернее, почти все. Лишь одно, все так же, оставалось сокрытым. Глава 1038. Аркемия, спешившись и похлопав по крупу кровавого мустанга, пошла в сторону крепости Сухашем. До нее долетали отголоски битвы, но она решила не приближаться ближе, чем расстояние, на котором ее не смог бы почувствовать безумный генерал. Разбив там импровизированный лагерь, Аркемия дождалась, пока закончится битва и пройдут дни тризны. Хотя, отчасти, она остановилась и для того, чтобы разобраться в собственных мыслях. Впервые в жизни она действительно оказалась свободной. Сделка, заключенная когда-то в детстве с демоном, была закрыта и Аркемия оказалась предоставлена сама себе. Может для людей, с рождения живущих хотя бы относительно свободно, это не такое уж и большое испытание, но для Аркемии. Полукровки, в которой смешалась кровь низших демонов и жителей моря песка, все произошедшее оказалось значимым поворотом судьбы. Она нуждалась во времени, чтобы разобраться с собой и понять, куда ей двигаться дальше. Ну и, разумеется, она не могла обманывать себя в том, что ей хотелось вдохнуть воздух свободы полной грудью. И, даже если опираться не на преувеличенные слухи, а на ее личный опыт, то именно рядом с безумным генералом, Хаджаром Дарханом, постоянно закручивались вихри ненасти. А что, как ни ненастья, может привлекать внимание адепта, ищущего силы и свободы? Так что сейчас Аркемия, спешившись, шла к форту сухашим и размышляла над тем, что ей сказать Хаджару. В конце концов, расстались они не на самой лучшей ноте. И, может, если бы она не угрожала убийством тому, к которому, кажется, Дархан не питал особых теплых чувств, не шантажировала его и не выманила 5 килограмм ресурса неисчислимой монетами ценности, то речь можно было бы и не готовить. Так или иначе, едва слышно шептала Аркемия. Он мне все еще должен, так что сочь. Девушка остановилась около места, где дорога делала изгиб. Она увидела, как беловолосый мечник, которого, кажется, уже видела в деревне, встал рядом с Хаджаром. Он что-то ему сказал, а затем Аркемия уже не то, что не увидела, а не смогла понять, что произошло. В свете полной луны беловолосый воин, который говорил механическим голосом и двигался, будто кукла на нить их, вдруг исчез. Исчез, а затем появился вплотную к Хаджару. Его меч оказался прямо в сердце безумного генерала. Тот даже не успел обнажить меч из пространственного артефакта. Идиот! Вскрикнула Аркемия. Она никогда не понимала привычки Хаджара носить оружие в пространственном артефакте. Любой, даже самый простой стиль владения клинком едва и не обязывал воина к тому, чтобы иметь оружие под рукой в изначальном состоянии покоя. Множество техник и стойк стилей начинались именно с этого. Да, изнужен, порой, меч вытащить быстрее, чем из пространственного артефакта. Все эти мысли как-то отстраненно пронеслись в сознании Аркемии. Сама же она, еще до того, как Хаджар, цепляясь руками за плечи беловолосого мечника, упал окровавленным на землю, бросилась в сумасшедшем по скорости рывке. Земля выстрелила у нее из-под ног. Две кривых сабли вылетели из ножен и лиловый свет, соскользнувший с раскинутого в разные стороны оружия превратился в два огромных крыла пустынного сокола. Аркемия двигалась так быстро, что подоспевшие на стену сухошимовоины увидели лишь сорвавшуюся в рывке огромную птицу. Но перед тем, как сабли Аркемии сошлись на спине беловолосого мечника, перед ней возникла стена ревущего белого пламени. Его жар был настолько высок, а мистерии меча, заключавшиеся в нем, настолько глубоки, что Аркемия из атакующей позиции пришлось перейти в защитную. Скрестив перед собой сабли крылья, она приняла удар белого пламени. То, взрывев пастью хищного зверя, прокатилась по блоку Аркемии. Поток белого огня впечатал шар лилового света в землю. Огромная река синего огня, на фоне которой защита Аркемия выглядела елочной игрушкой, протащил добычу с десяток метров, выплавив при этом борозду глубиной в 10, а шириной в 40 метров. Когда же потоки огня схлынули, оставив после себя лишь оплавленные края породы истекающие внутрь борозды лавы, то Аркемия, отряхнувшись, выпрыгнула наружу. И то, что она увидела, не только удивило ее, но и заставило вновь принять защитную технику. На земле лежало тело Хаджара, бездыханное, с едва тлеющей внутри искрой жизни. Безумный генерал всеми силами цеплялся за эту реальность, но было видно, что пройдет еще несколько мгновений и он отправится на суд про отцов. Над ним склонился беловолосый мечник. Он пригвоздил клинком противника к земле, а сам навис над ним коршуном. Снег падал на его широкие плечи, а серые глаза смотрели в открытые, но стекленеющие глаза Хаджара. Аркемия сделала шаг вперед и в то же мгновение вдоль мысков ее стоп пронесся разрез белого огня. Слитые воедино мистерии белого пламени и меча были настолько глубоки и мощны, что у полукровки не было никаких сомнений, стоящий перед ним противник был в силах одним ударом отправить уже саму Аркемия к праотцам. Кто ты такая? Аркемия скрестила сабли и отправила крестообразных разрез лилового света в сторону вставшей на пути противницы. Пронзительная кья разнеслась по окрестностям, а крестообразный разрез обернулся про ищей, хищной птицей с размахом крыльев в несколько метров. Касаясь когтями земли, она вспарывала ее проще, чем ножницы портнихи разрезают ткань. Широкие крылья порождали эхо такой силы, что дотягиваясь до стен сухошима, оно легко оставляло на волшебной породе каменной кладки пусть не глубокие, на длинные царапины. Параллельно с техникой Аркемия высвободила истинное королевство парной сабли и на обратном движении отправила в полет еще два рубящих удара, которые, в свою очередь превратились в огромные клювы, которые летели следом за крыльями птицы лилового света. Но вся эта мощь, которая заставила обернуться даже орков, находящихся в нескольких километрах от сражения, брызги разлетелось об одинокий белый меч, выставленный против сокрушающих ударов. Короткий, плоский клинок одним движением рассек сперва птицу, а затем волны белого огня, разошедшиеся от него, разбили и рубящие удары клювы, что Аркемия рухнула на колени. Вся ее сила, ради которой она едва душу не продала Хельмеру, оказалась бесполезна. Кто ты такая, повторила она. Но девушка, возникшая как из ниоткуда, лишь промолчала. Она была красива. Аркемия, большую часть жизни прожившая в землях Докхассе, имевших в себе кровь суккубов и инкубов, видела женщин и мужчин такой красоты, что любой художник отдал бы левую руку, чтобы иметь возможность написать хоть самый простенький их портрет. Но никогда еще прежде она не видела девушку такой красоты. Легкая и естественной, идущей не только от внешности, но и от чего-то незримого глазу. Грациозная и легкая. Живая и будто рожденная для того, чтобы быть такой, какая она есть. Это звучало несколько сумбурно, но Аркемия не могла подобрать слов, чтобы ее описать даже самой себе. Тонкая талия. Но не чересчур. А ровно так, чтобы быть идеальной. Такие же груди, скрытые полосками ткани белого платья. Розовая, идеальная кожа, белые волосы, скрепленные золотой диадемой, обрамляли овальное лицо с изящными скулами, высокими бровями в разлет, аккуратным носом и высоким лбом. Ее чувственные, алые губы были слегка приоткрыты. Цвета мокрого коралла, без примеси какой-либо алхимической приправы. Зеленые глаза в темных, длинных ресницах, смотрели мягко и даже как-то отстраненно. Длинные, узкие уши выглядывали из-под копны волос. Сперва Аркемия подумала, что это представительница народа эльфов, но энергетическая структура говорила об обратном. Кто ты такая? В третий раз повторила Аркемия. Девушка промолчала. Ветер, принесший с собой в югу, качнул серебряное ожерелье обрамлявшее глубокий, вплоть до живота, вырез на ее платье. Золотой ошейник-воротник блеснул горячим светом. Так, молча, неизвестная мечница развернулась, подошла к двоим лежавшим на земле и резко вонзила рядом с ними меч. Ревущий поток белого огня, яростным вихрем закручиваясь к небу, стеной закрыл от остального мира два силуэта. Сама же белокурая мечница, стоило только подуть ветру и принести очередную вьюгу, исчезла так же быстро, как и появилась. Глава 1039. На пустынной улице лишь изредка проезжала машина. Взвизгнув тормозами, она пыталась проскочить в узком повороте. Пока обходилась без жертв как среди стальных коней, так и среди тех, кто из плоти и крови. Борей, слишком уж ему понравилось, как когда-то давно его назвали при выписке из детского дома, курил и смотрел на то, как люди, порой переходящие через пешеходный переход, сетовали на то, что зима в городе опять началась внезапно. Правда, эта внезапность, почему-то, касалась лишь муниципальных служб. Остальные как-то не не сомневался в том, что под конец декабря в самом северном мегаполисе мира будет снежно. Хотя, если честно, так получалось не каждый год. Выдыхая дом, Борей смотрел на то, как серые струйки закручивались спиралью и терялись среди снега и облаков. Он любил этот город. Любил гранит мостовых и набережных, шпилей и купола дворцов. Любил темную реку, рассекавшую город. Любил мосты, светящиеся ночью не хуже новогодней елки. Любил улицы и проспекты. Архитектуру и атмосферу. Парки и сады. Это мой рай, протянул Борей, опуская сигарету. Или ад. Метель ласкала крыши зданий. Ворошила снегом крыши машин, припаркованных у поребрика и на радость детям дарила им возможность поиграть в снежки. А на беду прохожим заметала катки, которые сами собой раскатывались на тротуарах. Правда, в этот ранний час не было ни особого количества прохожих, ни, тем более, детей. Так что метель, пользуясь случаем, мела в свое удовольствие и никто не ругал ее за очередной ушиб или того хуже. Ты долго бегал от меня. Хаджар поднял взгляд. Перед ним стояла женщина с черными волосами, черными глазами, красивым лицом и полностью одетая в белую шубу пальто, которая спускалась до черных, лакированных ботфорд. Мы уже встречались, говорила она. Тогда. В озере. Ты должен был умереть, дважды рожденный. Но ты сбежал от меня. Мне не нравится, когда от меня сбегают. Хаджар затянулся. Глубоко. Настолько, что защипало в легких. Он выдохнул облачко. Несколько мгновений оно напоминало кольцо, а затем рассеялось едва зримой глазу дымкой. Это сон или я уже умер? Женщина подошла еще ближе. Она чем-то напоминала духа, которого он встретил в оазисе, квинтэссенция черт самых прекрасных женщин, которых он только встречал. Интересно, от кого у нее волосы цвета ночи, в которой затушили и звезды, и луну. Сигарету обожгла пальцы. Но Борей все равно затянулся. Сжигая фильтры и пальцы, он наслаждался тем, как огонь грызет кожу на 20-ти градусном морозе. Он любил зиму. Когда-то давно, в больничной палате это было одним из немногих его развлечений, смотреть, как мороз украшает окна различными узорами. А затем, уже когда он бродил по миру в образе калейки, то зимой ему даже удавалось пообщаться с людьми. Когда шел снег, то все спешили плотнее закутаться в одежду и в таком виде он, укрытый накидками, уродец мог сойти за своего. Сегодня я заберу то, что по праву всегда принадлежало мне. Женщина сделала шаг. В ее руках появился меч. Значит, пока не умер, вздохнул Борей и, поднимаясь, метким броском отправил в урну окурок. Он поднял голову и с наслаждением втянул грудью морозный воздух. Не такой чистый, как там. Загазованный. Пахнущий чем-то едким, пропитанный пластмассой и высококачественной, но простой сталью. Порой он скучал по этому воздуху. Женщина рванула вперед. Ее выпад был ничуть не хуже, чем у любого опытного мечника. Хотя, наверное, сложно не стать опытной, когда неисчислимые эпохи практикуешься во владении мечом. Он увернулся так же просто, как если бы на него бросилась бешеная собака. Стоило сделать поправку, что женщина практиковалась мечом только с противниками, которые вряд ли могли в этот момент пошевелить хотя бы пальцем. Находясь в полете, она развернулась и оттолкнулась ботфортами от фонарного столба. Перемахнув через скамейку, скорее всего еще помнившую времена дворцовых переворотов, она оказалась вплотную к нему. Черный клинок в рубящем ударе опустился на голову Борию. Тот легко скользнул назад и, разворачиваясь на пятках, подсек ногу противницы, а затем, поднимая корпус, ударил ладонью в центр массы. Женщина, согнувшись дугой, пролетела с десяток метров и врезалась спиной в пустой мусорный бак. Оставив на нем вмятину, она поднялась и заняла высокую атакующую стойку. Я думал, ты пользуешься косой, протянул он, спокойно выбивая из пачки кент очередного ракового солдатика. Ловкой поймав сигарету губами, усилием воли Борий зажег ее и затянулся. Ты плохо знаешь историю, шипение, раздавшееся из уст, прекраснейший из женщин, сложно было назвать человеческим голосом. Я всегда носила меч, поэтично. Меч, чтобы пробивать доспехи, защищающие душу. А коса, чтобы прорезать путь сквозь заросшие тропинки. Тропинки к той самой душе. Я пока не собираюсь уходить с тобой. У тебя нет выбора. Она вновь оттолкнулась. На этот раз уже от мостовой. Скрипнули старинные камни, но выдержали. Так же, как никогда они выдержали падающие с неба бомбы, так же они выдержали и поступ смерти. Что же, вновь немного поэзии. Искры упали на ему на плечи, что синий клинок вспыхнул энергией. Мистерии герцогства меча синего ветра развернулись бутоном стального цветка. Они смели снег с крыш, с памятников и статуей. Заставили дрогнуть гранит поребрика и покорежили сталькованных заборов и решеток. Машины, недавно запорошенные снегом, теперь лишились белого покрова так же, как и места своей стоянки. Искры же, упав на синие одежды, соскочили с них и затухли на камне мостовой. Синие одежды с узором плывущих белых облаков, закрывающих звезды, доспехи зова, сшитые самой королевой мыб, повелительницей зимы и тьмы. В это время года они были как никогда прочны и крепки. Хаджар Дрхан, северный ветер, произнес он твердым голосом. Я еще помню, как меня зовут, а значит я пока не в твоей власти, старая. С этими словами, Хаджар, качнувшись в сторону и повернув запястье, отразил удар, а затем направил уже свой клинок в стремительном секущем взмахе. Острие синего клинка расчертил пространство. За ним протянулась синяя искра, из которого вырвался поток ветра того же цвета. Ударив прямо в грудь противницы, он заглушил ее полной ярости и отчаяния вопль, после чего рассек не только ее тело, но и реальность. Хаджар стоял посреди простой тренировочной площадки. Песок забивался ему в лапте, а ветер трепал старые, поношенные одежды. Качался кожаный ремешок, туго стянувший длинные черные волосы, где я. Над головой по лазурному небу плыли облака. В моих воспоминаниях, прозвучал чем-то знакомый голос. Хаджар обернулся, обернулся и тут же поднял перед собой меч. Напротив него стоял белый клык. Только сейчас он выглядел несколько иначе. Не было в нем прошлой искусственности. В глазах появилась осмысленность. Движения теперь были человеческими, а не кукольными, да и говорил он без запинок. И что? У тебя нет времени на медитацию осмысления. А мне нужна была твоя помощь, чтобы вернуть себе утраченное. Я уже взял с тебя то, что хотел и теперь честь велит мне отдать тебе то, что тебе причитается. Хаджар хотел сказать, что ничего не понимает, но видимо это и так было написано на его лице. У нас с тобой один учитель, Хаджар Дархан, Северный Ветер. И ты и я, мы оба владеем знаниями, переданными нам Черным Генералом, первым из Дарханов. Кто ты, ко всем демонам, такой? Белый клык вонзил перед собой меч. Он выпрямился и предстал в образе огромной, неприступной горы. Меня зовут Эрхард. Последний король и первый император. Я первый ученик Черного Генерала, величайшего мечника в истории безымянного мира. Я Эрхард Дархан. Глава 1040. Эрхард. Хаджар уже не раз и не два слышал это имя. Все началось еще несколько лет назад, в пустошах. Тогда Черный Генерал впервые показал Хаджару прошлое последнего короля, сильнейшего мечника своего времени. Того, кто сумел не только завоевать все сто королевств, но и создать из них одно единое государство. И все это, только своими мечом и волей. История, с таким началом, закончилась весьма скоропостижно и даже трагично. Эрхарда предали. Как это часто бывает, сколько бы ни был силен воин, если у него есть слабость, ее обязательно найдут и воспользуются. Для Эрхарда такой слабостью стала воля. Воля его сердца. Возлюбленную последнего короля использовали против него. Затем предали и убили. Но ты, Хаджар, плохо понимал, что происходит. Ты должен быть мертв. Тебя пронзили копьем и... Копьем? Перебил Эрхард, которого все еще тянуло назвать белым клыком. Это так запомнили мою битву с собственными советниками. Нет, младший ученик, меня не пронзили копьем. Меня расчленили. На каждую из конечностей наложили заклинание. После чего спрятали в саркофаг из волшебного металла и камня. Сковали волшебными цепями. Замуровали в древней скале. А затем саму скалу спрятали под землей, на глубине лавового озера. Брови Хаджара, по мере рассказа, поднимались все выше и выше. Что же это объясняет твою дерганность и неразборчивую речь, едва слышно прошептал Хаджар. Но как ты? А затем его осенило. Ответ лежал на поверхности. Каким образом убитые эпохи назад последний король вновь топтал ногами землю безымянного мира? Все элементарно. Просто, чуть меньше полугода назад один одержимый местью адепт, получивший силу от бога войны, решил поднять армию мертвых. Самое печальное, что несмотря на все попытки Хаджара и его отряда из элитных молодых адептов до Анатана, у дыры Костепнова, так звали безумца, получилось осуществить его план. И, вместе с безвольными мертвыми, которые слепо пошли с зазовом его некромантили, из недр земли поднялся еще и последний король. Моя воля была крепка. Младший ученик Эрхард протянул руку и достал из-за пазухи желтую шелковую ленту. Она никак не вязалась с чрезвычайно мужественным и воинственным образом правителя древности. Но, учитывая, как нежно и бережно он ее держал, как медленно подвязывал ей волосы, собирая их в хвост, становилось понятно, кому именно некогда принадлежала лента. Кроме того, несмотря на то, что моя ступень развития была куда ниже твоей, я мог использовать. Хаджару показалось, что Эрхард что-то произнес, но так и не смог разобрать, что именно. Последний король задержал взгляд на Хаджаре и слегка покачал головой. Непродолжительные воспоминания Белого Клыка подсказывают мне, что воины современности в погоне за дешевой силой забыли об истинном могуществе. Его не получить из реки мира, не создать из энергии. Настоящее могущество идет лишь из тебя самого. Ты не берешь его у мира, ты меняешь им сам мир. Это то, чему обучил меня черный генерал и то, что я должен передать тебе. Слова Эрхарда звучали для Хаджара более чем, просто знакомо. Он уже не только не раз слышал подобное, но и постепенно сам понимал, в чем заключалась их глубинная истина. Полный анализ мысленно приказал Хаджар. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Состояние носителя. Объект находится в критическом состоянии. До полного отключения всех систем и прекращения дееспособности осталось 0 часов 0 минут 0 секунд 6 миллисекунд. Ошибка 07456. Инициирую пересчет. Пересчет закончен. До прекращения дееспособности осталось 16 часов 14 минут 45 44 43 секунды. Воспоминания нахлынули на Хаджара. Он вспомнил, как под светом полной луны, белый клык, он же Эрхард Дрхан, он же, последний король. Объявив дружеский спарринг, они, как не смертельную дуэль, попросту пронзил сердце Хаджара. Ты убил меня. Если бы я хотел убить тебя, младший ученик, ты был бы уже мертв. Спокойно возразил Эрхард. Что же, Хаджару было неприятно это признавать, но последний король был прав. Име он на то желание и Хаджар вряд ли бы смог что-то ему противопоставить проклятие. Он не был уверен, что на это был бы способен даже Морган. Возможно ли Шарун, не скрывая своей истинной силы, смог бы на равных сразиться с Эрхардом? И это учитывая, что тот являлся простым рыцарем духа начальной стадии. Теперь Хаджар мог это видеть так же ясно и отчетливо, как острый взгляд серых глаз. Тогда что, ко всем демонам это было? Эрхард вытащил меч из песка и описав им в воздухе восьмерку, вытянул перед собой и, прищурив левый глаз, оценил клинок. Видимо это не было его родным оружием. Может ты идешь ложным путем заемной силы, младший ученик. Хватит называть меня младшим учеником. Перебил Хаджар. Я тебя не знаю. К тому же, ты меня ударил из-под тишка. Из-под тишка? Изогнул бровь Эрхард. Я напомнил тебе о нашем соглашении и сделал простейший выпад. То, что ты оказался не способен от него защититься, не роняет моей чести. Хаджар только едва слышно выругался. Возвращаясь к твоему вопросу, младший ученик, с нотками издевательства продолжил последний король. То, как любой воин, ты должен знать, что в момент смертельной опасности время воспринимается иначе. Мы воспользуемся этим для того, чтобы ускорить твое состояние медитации осмысления. Медитация осмысления, видимо так Эрхард называл состояние медитации гусеницы и бабочки. Анализ вновь приказал Хаджар. Как и прежде, нейросети не требовались детальные уточнения того, какую задачу ей ставил Хаджар. Обработка запроса. Запрос обработан. Носитель находится в состоянии кокон. Время до выхода из состояния. Ошибка, ошибка, ошибка. Заканчиваю обработку запроса. Хаджар еще раз выругался. Я знал портовых девок. Младший ученик. Они ругались не так красноречиво, как ты. Я знал одного беловолосого мечника, старший ученик. Последние слова Хаджар произнес с нескрываемым скепсисом. Он бы послал тебя в пешее эротическое путешествие. Эрхард вновь изогнул бровь. По борделям я не гулял с того момента, как надел офицерский медальон армии. Младший ученик. Да что ты заладил со своим младшим учеником. Я не имею никакого отношения к твоему учителю. Разве что кроме того, что он собирается сожрать мою душу и занять мое тело. Но, все же, ты владеешь техникой меча четырех ударов. Я чувствую ее в тебе. Это та же техника, которой меня обучил черный генерал. Та же техника, которая завоевала все сто королевств, создав из них вечную империю. Вечную, хмыкнул Хаджар и скрестил руки на груди. Твоя вечная империя, старший ученик, теперь распалась на семь крупных государств и бесчисленное множество тех, что мельче. Так что не такая уж она и вечная. Эрхард нахмурился. Кажется, эти слова его задели. Мое наследие, младший ученик то, ради чего я, мои братья и их братья проливали свою кровь. Вы, наши потомки, за сытый ужин и золотые прутья теплой клетки продали его даже не врагам, а зверям. Хозяевам небес, поправил Хаджар. Драконом, которые, лишь простые звери, перебил Эрхард. Как бы мудры они тебе не казались. Как бы человечно не выглядели. Но когда слетит вся шелуха, внутри останется зверь. Зверь может быть другом человеку. Может быть его врагом. Может быть его слугой. Но никогда, господином. Ибо в таком случае, сам человек тоже станет им. Кем? Зверем. Эрхард развернулся. Он опустил клинок в рубящем ударе и перед ним в воздухе застыл разрез. Прямо внутри пространства. Хаджар не знал реален мир вокруг него или нет, но чувствовал, что-то мастерство, с которым последний король сделал этот простой взмах находилось за рамками его понимания. Анализ. В третий раз приказал Хаджар. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Объект. Белый клык. Эрхард Дракон. Использование потенциала. 79,57%. Что же это многое объясняло? С этими мыслями Хаджар шагнул следом за Эрхардом внутрь пространственного разреза. Глава 1041. Проклятие. Воскликнул Хаджар и тут же обнажил синий клинок. Не думаю, что это хорошая идея, младший ученик. Хватит называть меня младшим учеником, старый труп. Зарычал Хаджар и сделал шаг назад. Ты это с самого начала планировал? Да, завести меня в ловушку. Хаджар стоял на берегу широкой реки. Дул спокойный западный ветер. Молодая красавица весна входила в свои права и постепенно теснила старую, строгую, статную зиму. Ледяные глыбы уходили вниз по течению. Уже пели птицы, а в зеленеющей, молодой траве распускались первые цветы. Около самого берега, на глубоком обрыве, стоял молодой юноша. Лет 12, не больше. В руках он держал простой прямой клинок. Под ручьями стекал по его мускулистому, покрытому шрамами, натруженному телу. Он бил со стенью. В этот момент, поодаль, на небольшой чурке сидела фигура, закутанная в плащ. Седые волосы, сплетенные в косу, опускались едва ли не до пояса. Сухие, морщинистые, старые руки казалось с трудом держали нож, но при этом весьма ловко вырезали из него фигурку. Хаджар, даже будь он слеп, глух и лишен обоняния, все равно бы узнал эту фигуру. Рядом с мальчишкой сидел никто иной, как черный генерал. Враг всего сущего. Едва было не уничтоживший мир бывший слуга богов. Успокойся, младший ученик Эрхард положил руку на плечо Хаджару. Это лишь мои воспоминания. Хаджар прищурился. Видит вечерние звезды и высокое небо. Однажды он уже побывал в таком вот воспоминании. Оно принадлежало учителю Травису. И закончилось тем, что неизвестный бессмертный старик, который находился в этих воспоминаниях, кажется напрямую общался с Хаджаром, с которым их разделяли не только сотни тысяч лет, но и тот факт, что это действительно было лишь простое воспоминание. Однажды я бывал в воспоминаниях, после которых едва не подвинулся разумом. Подвинулся разумом? Переспросил Эрхард. Демон разума попытался вытащить твой мозг из тела? Ты об этом толкуешь? Хаджар уже открыл было рот, а затем просто покачал головой. Нельзя было забывать, что Эрхард жил несколько эпох назад. Так что те вольности языка, которые использовали в современном мире, для последнего короля воспринимались совершенно иначе. Неважно, только я ответил Хаджар. Что мы делаем в твоем воспоминании, Эрхард? Беловолосый мечник вновь нахмурился. Когда-то, за такое вольное обращение ко мне, я рубил и более крепкие шеи, но, учитывая, что ты младший ученик моего учителя, думаю, мы можем говорим как приятели. Что же, Хаджар, мы здесь для того, чтобы я отплатил тебе свой долг и с этого момента поподробнее, перебил Хаджар. Я так и не понял, какого демона ты решил меня убить и с чего взял, что что-то мне должен. С того и должен, что что-то взял. Эрхард выглядел спокойно, но в недрах серых глаз Хаджар увидел огоньки нетерпения. Будучи белым клыком, я жил как во сне. Мной двигали лишь какие-то самые глубинные принципы и эмоции. Инстинкты, если хочешь носитель звериной крови. Вот только давай без ксенофобии. Мой предок-дракон был великим человек-драконом, так что твое мнение про зверей, оно лишь твое собственное. Эрхард, чей меч вновь был воткнут в землю, лишь скрестил руки на груди и хмыкнул. Гордость предками и защита их чести делают честь и тебе, младший ученик. Что же, я могу смириться с тем фактом, что в тебе течет кровь тех, кто убил вторую половину меня. Хаджар дернулся в сторону. Но ведь тебя предали твои советники, и затем его вновь осенило. Ты взял в советники драконов. Эрхард отвел взгляд в сторону. В первые за все время он не смотрел глаза в глаза. Алхимия, догадался Хаджар. Техники и знания они предложили тебе все это. Мне нужна была армия. Младший ученик кому, как не тебе, меня понять. Я понимаю, кивнул Хаджар. И не осуждаю. Какое-то время они молча наблюдали за тем, как тренировался молодой юноша. Из меня плохой учитель. Хаджар, произнес. Наконец Эрхард. Так что я предоставлю эту возможность тому, кто действительно может научить. А теперь, слушай внимательно. Не думаю, что мне нужно тебе уточнять, но если ты не справишься с медитацией и осмыслением, то, прости, мы с тобой оба отправимся к праотцам. Почему оба? Потому что своим ударом я не только пробил твое сердце, но чтобы ты раньше времени не ушел к костлявой, связал мое и твое воедино. А становиться твое, замрет и мое. Хаджар прищурился. А может ты это сделал? А великий последний король, чтобы забрать себе часть моей, как ты говоришь, медитации и осмысления. Эрхард улыбнулся. Так хищно, как никогда не улыбался ни Хаджар, ни хорошо знакомый Травис. И вот это-то создание еще будет что-то говорить о зверях? Слушай внимательно, Хаджар. Наш учитель будет говорить. Хаджар имел свое личное мнение насчет слова сочетания наш учитель, но решил промолчать. В конце концов, от того, насколько он сможет справиться с очередной невыполнимой задачей, будет зависеть будет он жить или нет. А, как уже Хаджар сказал фантому смерти, к про отцам он пока не собирался. Подойди сюда, Эрхард. Голос черного генерала, который сидел к Хаджару и Эрхару спиной, звучал сухо и старо. Как скрипучий комод, который обещали починить еще десятилетия назад, но поколение за поколение забывали хотя бы смазать. Да, учитель, молодая версия последнего короля, взмахнув мечом, орошая траву потом, подошел к своему наставнику. Черный генерал, поднявшись с чурки, подошел к протеже. Он навис над ним нет ни горой, скорее высушенным деревом, которые одиноко стояли посреди бескрайней пустыни. Хаджар прекрасно знал, что на самом деле это был не настоящий первый из Дарханов, а лишь один из последних его живых осколков души. Не тех фантомов, которые жили в душах людей, а настоящее сознание, получившее плоть и кровь. Нечто вроде клона, если сильно преувеличить и упростить. Скажи мне, Эрхард, что ты видишь, когда держишь в руках меч? Черный генерал взял из рук мальчишки его простой клинок. Смертное железо. Никакой магии или энергии. Такими в пору было резать хлеб или мясо, а никак не сражаться в бою. Хотя, Хаджар уже видел, на что был способен такой бесполезный кусок металла в руках белого клыка Эрхарда. Я вижу оружие, учитель, железным тоном ответил юноша. Оружие, которым я смогу отомстить за мать и отца. И вернуть себе трон, который принадлежит мне по праву. Хаджар вздрогнул. Слова, которые произнес мальчик, резонировали внутри его души и хабились о стенки сознания. Глупо было полагать, что его история хоть чем-то уникальна. В мире, где правили лишь силой те, кто эту силу имели, детей, которые мечтали добиться справедливости погибшим родителям, было столько же, сколько брызг на гребешках волн реки, уносящие к водопаду толстые льдины. И именно поэтому, ты не сможешь достичь истинного мастерства. Черный генерал, сухой и немощный старик, поднял перед собой меч. Когда ты держишь в руках меч, ты держишь свою судьбу. Он провел мечом по воздуху. Когда ты держишь в руках меч, ты держишь свой путь. Затем, плавно, будто убрал его в ножны. Меч, лишь отражение того, что ты можешь в него вложить. Эрхард, так скажи мне, что ты в него вложишь. Одновременно с этими словами, на расстоянии в 10 километров, вдруг затрещал высокий горный пик. А затем, с грохотом, соскользнул вниз. И гора, которая раньше пронзала облака, оказалась рассечена на две части. И при этом Хаджар не ощутил никакого волнения в потоках реки мира. Черный генерал рассек гору без всяких мистерий или энергий. Он сделал это простым взмахом меча. Проклятие. Глава 1042. И что это должно значить? Хаджар и Эрхард вновь стояли на песке простой тренировочной площадки. Исчезла река, пропал силуэт черного генерала и молодой копии последнего генерала. Это был самый важный урок, который я получил от моего учителя. Эрхард стоял напротив. Высокий, плечистый, грозный воин из прошлого. Фигура, которая до сих пор служила страшилкой в одних историях и легендарным героям в других. И ты либо поймешь его глубину, либо мы оба умрем. И как же, ко всем демонам, я должен понять слова черного генерала, если в данный момент лежу в грязи с твоей проклятым мечом в своем сердце. Успокой свою душу. Хаджар Дархан. Глаза Эрхарда сверкнули сталью. Воину не пристало барахтаться, как рыбе в сетях. Твой разум должен быть тресв и холоден. Сердце, горячо, но как вулкан, мерно дышать, невзирая ни на что. Руки, крепки. Глаза, зорки. Ты сейчас в этом мире, иллюзия или нет, это не важно. Перед тобой, воином, стоит враг, твое нежелание видеть истину. Одолей своего врага. Одержи победу. Таков путь воина. Все остальное, кроме твоей битвы и твоей победы, лишь пыль, пристающая к твоим ногам. Отрень ее. Хаджар вздохнул. Все это он уже слышал. Слышал от тех, кто уже умер, в основном, был убит. Ты заблуждаешься. Эрхард. Хаджар опустил на песок тренировочной площадки и сел в позу лотоса. Но я не инин, чтобы философствовать. Эрхард смотрел на Хаджара, погрузившегося в глубокую медитацию. Интересно, понимал ли юный воин, столь яростно ненавидящий их учителя, насколько они были похожи? Хаджар и первый из Дарханов. Эрхарду казалось, что он говорит не с живым человеком, а тенью своего наставника. В мире, где не было ни единого препятствия взору, летящему над океаном колышащийся в такт потоком ветра траве, облокотившись на камень, наблюдая за чистящие перья птицей в кроне единственного, невысокого дерева, сидел мужчина. Средних лет, с седыми волосами и морщинами на пока еще молодом, но уже увядающем лице. Было видно, что во времена расцвета сил этот человек был силен и могуч. Сейчас же он постепенно клонился к своему закату. Но там, где была голая и необузданная сила, первобытная ярость, теперь было что-то иное. Что-то, пришедшее на смену даже разуму, куда более глубокой, чем чистый, ясный ум. Черный генерал, сидя в своей темнице внутри чужой души, смотрел на то, как редкие облака плыли по небу. Кто ты такой? Прозвучал старый, сухой голос. Дархан посмотрел на подножие холма. Там стоял старик, завернутый в черный плащ, опирающийся на посох, выточенные смертной породы древесины. Седые волосы были стянуты в косу, а сам он выглядел так, будто стоило подуть ветру и он развалится на части. Так вот, значит, как бы я выглядел, протянул Дархан и вновь повернулся к созерцанию облаков. Старик, с трудом, кряхтя истинная, поднялся на холм. Ты кажешься мне знакомым, протянул он, а затем отшатнулся в сторону. Ты это я. В каком-то смысле, не стал отрицать Дархан. Но ты должен быть молод. Почему же ты так стар? Вечность, ты ведь старше меня. Старше, вновь согласился Дархан. Осколки, которые разлетелись по миру, были, как бы это странно ни звучало, разного возраста. В конце концов они состояли из чистой эссенции разума заточенного на горе черепов древнего мечника. Иными словами, его воспоминания, в каких-то их было меньше и они были молоды. В других больше, они оказывались старше. Тот, кто сейчас сидел перед стариком, помнил момент рождения первого из Дарханов. Он был старейшим из них, но потому, должен был оказаться самым молодым. Этот парадокс рождался из-за того, что осколок души Дархана не мог хранить все его воспоминания. Лишь часть, большую или меньшую, но часть. Как так случилось? Спросил старик. Почему в тебе так много сути? Ты должен помнить наш рождение и путь, но не более того, в тебе же сути на тысячи тысяч лет. Дархан промолчал. Чем общаться с юнцом, стоявшим перед ним? Он лучше будет любоваться плывущими по небу облаками. Они напоминали ему о старых днях. Днях, когда его вечная жизнь имела смысл. Интересно, если бы они сошлись с Яшмовым императором в честном поединке, а не в той битве седьмого неба эпохи назад, что бы из этого вышло? Когда сражаются двое, не способные умереть, то их битва будет бесконечна. Или произойдет как в детских счетах и минус, положенный на минус, даст плюсы два. Единственно бессмертных создания в безымянном мире, смогут принести друг другу смерть. Увы, он так и не смог этого проверить. Дархан отправился на битву с целым миром, но мир его одолел. Запер на горе. Ты поглотил его, догадался старик или юнец, поглотил осколок, который ямы он поместил в тренировочный артефакт. Тренировочный, протянул Дархан. Он поджал правую ногу и положил на нее локоть расслабленной руки. Второй отправил в рот травинку и, с наслаждением, вытянул левую ногу. Так и сидел, продолжая созерцать облака. Он искал рабов, чтобы освободить себя с горы. Это сложно назвать тренировкой. Он искал, ты искал, я искал, мы искали. Дархан промолчал. Он вспомнил ее волосы, черные и густые, цвета безлунной ночи. Они пахли цветами и ягодами. Пахли, как первый сладкий полевой аромат по ранней весне. Пахли, как утреннее пробуждение, смирно сопящий в объятиях возлюбленной. Пахли, как морозное утро после празднования начала нового цикла смены сезонов. Пахли, как первая мягкая игрушка, с которой не расставался маленький ребенок. Они пахли. Он долго жил и много видел. И он бы мог придумать еще десять тысяч метафор и сравнений того, как пахли ее волосы. Но даже самые красивые слова, самые пышные сравнения, не смогли бы описать этого запаха. Ибо они пахли так, как только лишь они могли пахнуть. Ты размяг? Прищурился старик. Ты. Он не договорил. Дархан даже пальцем не пошевелил, а старик рассыпался на тысячи черных песчинок. Они, взлетев на потоках ветра, втянулись в черный плащ, который окутал черного генерала и сделали его чуть длиннее. Пепел, прошептал Дархан, смотря на то черные песчинки втягиваются в его плащ. Цепи, которые ты создал, все еще держат меня его нас на этой горе. Но принесло ли тебе это счастье, мастер ста тысяч слов? Тот, кто не был рожден, волшебник из детских сказок. Вернула ли это твою возлюбленную? Стал ли ты богом? Остался ли среди смертных? Последний из тех, с кем я был истинно рад сойтись в битве. Я чувствую, что час нашей встречи близится. Надеюсь, ты готов к смерти. Но я хочу леденец. Маленький мальчик тянул мать за подол ее платье. Зачем нам цветок, мама? Давай лучше купим леденец. Молодая девушка, которая, по совместительству, была матерью ребенка, не сводила взгляда с торговца цветами. Прекрасный юноша с разноцветными глазами стоял посреди городской площади и кричал. Подходи, выбирай. Любой цветок за пяток. Сдачи не даю, поцелую в оплату не беру. Подходи, выбирай, цветы с собой забирай. Люди, в основном, конечно же, девушки и женщины, подходили к торговцу, а тут продавал им букеты из своего огромного мешка. Один, краше другого. Когда подошла очередь матери с ребенком, то тот вдруг увидел, как торговец протягивает ему красный цветок. Не нужен мне твой дурацкий цветок. Надулся отвернувшийся ребенок. А ты присмотрись, вдруг прошептал торговец. Мальчик повернулся. Цветок, который торговец медленно поворачивал в пальцах, также медленно превращался в сладкий, сочный сахарный леденец. Ребенок схватил его и тут же убрал за щеку. Фафифа, прочав колонны, вцепившись в материнский подол, уже вскоре исчез в толпе. Торговец же, выпрямившись, посмотрел далеко на север. Оттуда дул ветер. Северный ветер, жестокий и холодный, несущий в себе лишь смерть и одиночество. Торговец поежился. Впервые, за многие годы, ему стало холодно. Я буду ждать тебя, прошептал он, а затем широко улыбнулся и вновь повернулся к толпе. Пришло время фокусов. Но спешу вас огорчить. Я не фокусник, а великий волшебник. Так что в этот раз в оплату беру не монету, а поцелуй. Если среди вас есть принцессы, оплату принимаю вдвойне. Народ засмеялся и представление началось. Глава 1043. Аркемия упала на землю. Ее правая рука была по локоти обожжена, а по лицу стекали кровавые струйки. Одежды, которые она купила в Курхадане, превратились в рваные трепье. На обнаженном животе и бедрах чернили жуткие гематомы. На саблях, отличного качества артефактов императорского уровня, появились трещины и зазубрины. Но, сколько бы она ни билась со стеной синего пламени, который окружал беловолосого мечника, но так и не могла сквозь нее пробиться. Земля вокруг уже давно превратилась в последнее артиллерийского залпа военного воздушного флота. Вскопанное, разбитое, местами оплавленное и черное, как от копоти или сажи. Лучшие, сильнейшие техники аркемии, сплав человеческого и демонического пути развития не смогли не то что пробиться, а даже ослабить стену огня, созданную неизвестной мечницей. На, выпей. Рядом с правым ухом аркемии что-то болтыхнулось. Она повернулась и увидела, как рядом с ней стоял, вернее, качался Том. Тот самый адепт, который пытался ее заболтать у входа в рудник и которого она взяла в плен. Тебе настолько плевать на Хаджара? Спросила она. Том, задумавшись, показал маленькое расстояние между большим и указательным пальцем. Настолько плевать? Нет, покачал он головой и сделал несколько крупных глотков из горлянки. Настолько не плевать? Он ради тебя отдал пять килограмм бесценного ресурса. И насколько он был бесценен? Он прищурился Том. Настолько, что даже императорский род Дарноса, продай он все свое имущество, не смог бы себе позволить и сотую часть этого объема. Ничего себе, присвистнул Том и сделал еще глоток. Тогда беру свои слова назад, Дархан не идиот, а полный кретин. Иначе ли не скажешь? Да как ты? Скажи мне, Аркемия, перебил Том. Он все еще, свободной рукой, протягивал ей копию своей горлянки. Хаджар сейчас в смертельной опасности? Безусловно. На грани смерти? Он уже почти на пороге дома братцов. Тогда нам точно не о чем беспокоиться. Аркемия, будто выброшенная на берег рыба, молча открывала и закрывала рот. Успокойся, красавица, пожал плечами Том. Насколько я видел, его продырявил белый клык. Не хочу тебя разочаровывать, но я видел, как Хаджар перечил главам семи великих кланов Дарноса. Видел, как он прыгал в пасть чудовищным монстрам. Как обхитрил древнюю ледяную ведьму. А уж из истории про него и не такого наслушаешься. Любой удачей есть свой предел. Разумеется, согласился Том. Но когда дело касается Хаджара в общем, если он находится при смерти, в какой-нибудь глубокой заднице, ты вылезает из нее не с запахом дерьма, а при звонкой монете. Знаешь, иногда даже обидно становится. Он может умереть. Может, вновь не стал спорить Том. Но, видишь ли, я хорошо знаю историю. Все же аристократическое образование, как-никак. И такие люди, как Хаджар Дархан смерть на обочине империи, в грязи и пыли, от руки какого-то белого клыка нет, такие люди уходят иначе. Уходят так, что об этом еще сотни эпох поют песни. Так что выпей и успокойся. Эту стену тебе все равно не пробить, да и незачем. Тот, кто ее ставил явно ничуть не слабее белого клыка. И, к тому же, он ну, то есть она, явно озаботилась тем, чтобы никто не потревожил этих голубков. Аркемия вдруг поняла, что не только она видела беловолосую мечницу. Ты ее видел? Она не спрашивала, а утверждала. Видел, кивнул Том. И, знаешь, что-то мне в ней показалось знакомым. Хотя, наверное, слишком много. Он покачал горлянкой, в которой плескалось что-то слишком густое, чтобы быть простой водой. Так или иначе, она точно знает Хаджара. И, если бы хотела, то легко бы его добила. Но вместо этого оставила, своего рода, защиту. Одно уже это говорит о том, что ему ничего не угрожает. Ничего. Ну, ничего сверх того, что угрожает нам всем, а таким людям, как он, в двойном объеме. Так что вместо того, чтобы сотрясать воздух и пытаться пробить непробиваемое, лучше выпей. Том внезапно окинул девушку оценивающим взглядом. Хотя, если хочешь, можешь еще немного попрыгать в пламя. Глядишь, одежду до конца исполит. Аркемия вытянула саблю и та уткнулась острием под коды к тому. Несмотря на то, что в прошлый раз, около спуска на рудник, после подобного жеста Том едва было штаны не испачкал, сейчас он выглядел весьма индифферентно. Ты притворялся? Ты бы меня не убила в любом случае. Развел руками бывший аристократ. К чему тебе это? Ты явно не хочешь портить отношения с нашим общим знакомым. Это прекрасно понимал и я, и ты, и он сам. Так что мы все там притворялись. Аркемия выругалась. Потом подумала и выругалась еще раз, но уже куда грязнее. Хорошо сказала, улыбнулся Том и вновь протянул горлянку. Аркемия приняла емкость, зубами вырвала пробку и сделала первый глоток. Горячая, почти раскаленная жидкость обожгла горло, а затем порохом взорвалась в желудке. Прокашлившись, девушка сделала еще несколько глотков. Уважаю, хмыкнул Том. Аркемия посмотрела на него. Высокий, статный аристократ со слегка печальным, задумчивым взглядом. Проклятие, наверное, в сухошеме большинство девушек в ночных грезах видят именного этого молодого воина. Ты не так глуп, как кажешься. Все мы кем-то кажемся. Аркемия из Курахдана. Том приподнял горлянку так, словно делал тост. Каждый из нас в душе кто-то другой, чем мы показываем на публике. Хватит со своей философией. Сопляк, процедила Аркемия. И без нее тошно. Том только засмеялся. У вас с варваром явно много общего, а затем, как-то неожиданно, он выпалил. Может переспим, пока его жди. Оставшийся звук слова вернулся в глотку Тома раньше, чем он успел его выдать. Причем вернулся посредством мощного удара кулаком Аркемия. Том, пролетев спиной несколько метров, приземлился на мокрую, вязкую и горячую грязь. Ему на лицо падал белый снег. Еще раз позволишь себе подобное, шипела стоявшая поодаль Аркемия. Отправлю к проотцам. Проотцы, протянул Том. Интересно, а есть ли они у меня теперь? Интересно даже так, что, если хочешь, не сдерживайся. Том отодвинул край одежды и обнажил грудь. Только бей наверняка, произнес он, заливая в горло остатки содержимого горлянки. Боль не люблю. Аркемия посмотрела на него и отошла в сторону. Она уже видела подобный взгляд. Он не предвещал ничего хорошего ни смотрящему, ни тому, на кого он смотрел. Том продолжал лежать в вязкой грязи. Он смотрел на залитое серебром ночное, зимнее небо. Падал снег. Забавное совпадение. Этой ночью у его сестры должен был родиться ребенок, его племянник. Вот только теперь это уже было не его сестра, у него не было никакого племянника или племянницы. Том остался совершенно один. Дул северный ветер. Том завидовал оркам. Но, кто знает, может вскоре он сможет получить то, ради чего пошел следом за Хаджаром. Сидя в позе лотоса, Хаджар не погрузился внутрь своей души. Наоборот, он устремлялся куда-то в обратном направлении. Все дальше и дальше от самого себя. От этого иллюзорного мира. Затем от реального, а потом, оказавшись над рекой мира, Хаджар впервые посмотрел не вглубь бесконечного потока энергии, а наверх. Глава 1044. Там не было ничего. Только чернеющая пропасть бесконечной, бездонной пустоты. Хотя, даже сама пустота подразумевала наличие этой самой пустоты. Там же, над рекой мира, не было ровным счетом ничего. Даже пустоты, ни голодной бездны, ни холодных пустот мрака вселенной, заполнявших все, до чего не могли дотянуться воспоминания об умерших звездах, проливающихся на черный бархат ночного неба разноцветным светом. Ничего. Всепоглощающие. Настолько голодные, что даже поглощающие себя. Но только в отличие от Ура Бараса, не имеющие ни тела, ни головы, ни хвоста. Хаджар видел смерть. За свои почти 40 лет, проведенных в этом безымянном мире, он видел ее тысячи раз. Иногда так близко, что она принимала облик прекрасной девушки, внутри которой таилась костлявая, старая тень. Так вот же смерти там не было. Может из-за этого человеку стоило почувствовать себя одиноким. Таким, который возвращаясь после тяжелого рабочего дня всеми силами ищет хоть какой-то повод задержаться и не возвращаться в пустую, холодную квартиру, где даже нет кота или собаки, верно ждущих его с самого утра. Человек петляет, выдумывает себе какие-то несуществующие дела, а затем все равно возвращается в эту пустоты камеры из четырех стен. В холодном полусумраке пропищит микроволновка, а затем какой-то бред польется из динамиков столь же холодного света телевизора. Комедия или трагедия, человеку не важно. Он включает телевизор вовсе не для того, чтобы насладиться происходящим, а просто чтобы не было так одиноко. Так вот даже этого одиночества, пустоты, с которой с рождения борется каждый из людей, даже ее там не было. Хаджар поднимался все выше и выше. Река мира оставалась внизу. Сперва она выглядела широкой лентой, затем нитью, а теперь мерцающим стеклянным осколком мерцающей игрушки. Хаджар оказался посреди пустоты, бесконечной и вечной. И это не было метафорой или пустой игрой слов. Здесь действительно не было ничего. Впервые в жизни, за все годы лишения и страданий, за тысячи битв, самых кровавых и безумных, сердце Хаджара пропустило удар. Но не от волнения, не терпения или азарта, а от страха. Что это, с удивлением прошептал Хаджар. Что-то ледяное сжало его сердце, заставило его дрогнуть и, замерев, нерешительно продолжить свой бег. Что-то потянуло внизу живота, а в желудке появилось то же, что и вокруг, пустота. Глубокая складка пролегла между бровями Хаджара. Он не знал, падал ли он или поднимался, но, выпрямившись, внезапно замер. Один, посреди бесконечного ничего. Меньше, чем точка света во мраке, незаметнее атома на пике высочайшей горы. Один на один с ничем. Он обнажил свой меч. Выставил его перед собой. Клинок дрожал от страха. Страха перед пустотой и абсолютного забвения, в котором нет ни направлений, ни ориентиров. Хаджар прикрыл глаза. Он вспомнил, как закружились потоки ветра. Теплый и ласковый с юга, влажный и свистящий с востока, сухой и резкий с запада и, будто твердый и несгибаемый, холодный северный. Незримые для глаза, почти неощутимые. Он смог создать из них цветок для маленькой девочки. Лита. Он вспомнил, как из того же ветра он сделал яркие шарики света в подземной гробнице-темнице своего далекого предка. Предка, который отдал бы свою душу, чтобы уничтожить потомка. Душа. Душа и разум. Незримые и зримые. Хаджар еще раз оглянулся. Вокруг него ничего не было. Абсолютно ничего. Ничего из того, что он мог бы увидеть глазами. Меня зовут Хаджар Дархан. Медленно, по слогам, произнес Хаджар. Его голос исчезал внутри пустоты. Пожирался ей так быстро, что звуки голоса стихали не успев покинуть губ Хаджара. И в этом мире нет ничего, что могло бы заставить меня трястись от ужаса. И в этот момент, перед лицом бесконечного ничто, Хаджар сделал шаг вперед. Прыжок веры, если говорить поэтично. Хаджар закрыл глаза. Дул ветер. Он качал высокую траву, тянущуюся к бескрайнему лазурному небу. По нему плыли пушистые, белые кучевые облака. Рядом с Хаджаром возвышался холм. Единственное, что нарушало гладь травяного, изумрудного моря. На нем, в кронах невысокого дерева, спала птица Кицель, дух Хаджара. Единственный камень смотрел острием, похожим на драконий клык, на все то же небо. Спиной же к нему прислонился закутанный вызорванный, черный плащ, как сперва показалось Хаджару, старик. Присмотревшись, он понял, что это был уже стареющий, но некогда пышущий жизнью и силой мужчина. В его белых волосах появились пепельные пряди, а некогда яркие глаза теперь слегка потускнели. Но, все же, в них было нечто такое, что заставило Хаджара открыть глаза. Он вновь оказался посреди бесконечного ничто. Внизу, единственным ориентиром, игольной головкой, мерцала река мира. Некогда настолько большая, что казались шире и глубже вселенной. Хаджар несколько раз вздохнул, крепче сжал меч и снова закрыл глаза. Он вновь стоял посреди травяного моря, внутри собственной души. Ей сложно увидеть, когда смотришь глазами. Голос у первого из Дарханов тоже изменился. Он стал глубже, суше и как-то спокойнее, что ли. А чем ты, черный генерал? Величайший воин в истории безымянного мира поднял на Хаджара свой взгляд, а затем вновь устремил его куда-то вглубь себя. Надо же. Раньше стоило только упомянуть имя, данное ему богами, как Дархан моментально терял самообладание. Теперь же он почти никак не отреагировал на озвученное рабское клеймо. О душе, ученик. Я не твой, хотел было возразить Хаджар, но лишь устало отмахнулся и не стал договаривать. У меня нет времени на твои уловки, черный генерал. Мне нужно понять, почему с открытыми глазами я ничего не вижу, а когда закрываю, то оказываюсь внутри своей души. Хаджар чувствовал, как мистерии проникают в его сознание. Как они сплетаются со всеми тайнами и загадками, которые он встречал прежде. Все, что он пережил, все, что узнал об этом мире, все это вело его именно к этому моменту, именно к осознанию этой тайны. Тайны истины, мистерии, называйте как хотите. Но именно она должна была сделать из него, ползающей гусеницы, воспарившую в небе бабочку. Мне кажется, ты уже и так все понял. Ученик, ветер трепал, изорванный плащ черного генерала игрался с его белыми волосами. Осталось только посмотреть себе под ноги. Хаджар опустил взгляд. Туда, где качалась трава. Туда, где должна была качаться трава. Туда, где вдалеке, в бескрайнем мире его души, сияла игольной вспышкой река мира. Огниш вдруг почувствовал что-то. Что-то, что заставило его крепче вцепиться в крепостную стену Сухашима. Что это? Вы тоже чувствуете? Посмотрите на это. Проклятие камни дрожат на ветру. Но ведь ветра нет. Эти им подобные крики заполнили древнюю крепость. Огниши стоявшие рядом с ним гурам смотрели на то, как при полном штиле, вертится флюгер на крепостном шпиле и как, будто при тайфуне, дрожат маленькие камешки на земле. Одновременно, не сговариваясь, они обернулись к перекрестку четырех дорог. И на этот раз вместо ревущего торнадо белого пламени они увидели уже совсем иное торнадо. Синий северный ветер поднимался к самому небу и драконьим клыком пронзая серые, снежные тучи, устремлялся куда-то к небу. Боги и демоны. Глава 1045. Что это? Выдохнул Хаджар. Там, под колышущейся травой, он увидел реку Мира. Ее глубокие воды, внутри которых звездами горели бесчисленные духи. Начиная от духа меча, заканчивая духом щепки, отколовшиеся в пятницу от ножки стула, проданного торговцем за бесценок деревенскому пастуху. Все, что было обозримо и необозримо в этом безымянном мире имело в свое отражение в реке Мира. И она текла под ногами Хаджара. Путь к седьмому небу, черный генерал сидел все так же неподвижно. Хаджар повернулся к нему, к древнему созданию, который сражался с богами и демонами еще до того, как люди узнали о пути развития и смогли увидеть реку Мира. Причем узнали они о нем именно благодаря первому из Дарханов, вернее, украденным им с седьмого неба учением. Забавная ирония. Боги не хотели, чтобы люди развивались, но именно их записи положили начало новой эре безымянного мира. Что ты имеешь в виду? Спросил Хаджар. Дархан ответил не сразу. А когда ответил, то произнес лишь. Ты уже и сам все понял. В конце концов, это твоя медитация о гусенице и бабочке, а не моя. Хаджар вновь посмотрел себе под ноги. Мир его души находился над рекой Мира. Когда же он открыл глаза, то вновь стоял посреди бескрайней пустоты. Той, в которой, казалось, не было даже его самого. Когда же Хаджар снова их закрыл, то нагнулся и провел пальцами по траве. Молодая, мягкая, слегка острая. Все, что обозрима и необозрима. Хаджар, он же Борей, умер в своем родном мире Земле. Лежа на холодной стали хирургического стола, разрезанный от копчика до затылка. Он умер, но не сдался в своих стремлениях к чему-то большему. Кто-то, кто заранее спланировал его жизнь на Земле, забрал его душу и перенес в этот мир. Дал ей новое рождение. Но, даже так, Хаджару все равно было сложно ощутить себя частью мира. Изначально это было его силой, так он смог лучше понять путь меча. Быстрее осознать себя единым с мечом, а затем и с целым миром. Но одно дело, ощущать себя единым целым с миром, но, совсем другое, понимать всю глубину этой связи. И эта глубина, эта связь открылась Хаджару лишь сейчас. Потому что где-то там, в глубине реки мира, сверкала и его собственная звезда. Звезда его собственного духа. Позади Хаджара хлопнула крыльями птица Кицель. Орки верили в то, что она являлась символом свободы. Хаджар обернулся и протянул руку. «Отведи меня обратно, старый друг», — прошептал он. Кицель взмахнула огромными крыльями и, сорвавшись в короткий полет, обмотала длинным хвостом запястье Хаджар, а затем, вместо того, чтобы взмыть к небесам, нырнула в траву и понеслась к реке мира. Первый из Дарханов смотрел на то, как в реке мира, омывающей душу его ученика, исчезает птица Кицель и душа, держащаяся за ее хвост. Вновь оставшись наедине со своими мыслями, он достал из запазухи древесную заготовку. Вырезанная из дерева, принадлежавшего птице Кицель, эта заготовка стала единственным, что могло унять душу Дархана. Пальцем, внутри которого содержалось мистерие меча больше, чем мог осознать Хаджар, он вырезал из нее лицо. Лицо, которое не забудет никогда в жизни. И неважно, падет он или нет, он всегда будет ее помнить. Помнить запах ее волос и нежность рук, свет улыбки и томность взгляда. Старик, прошептал Дархан. Помнишь тот день, когда ты не убил меня? Он проводил пальцем по дереву, позволяя появиться на свет все новым линиям и чертам. Почему ты пощадил меня? Почему не убил, зачем запер на этой горе? Ты ведь знал, что однажды я сбегу с нее. И лишь ты один, во всем этом мире, мог уничтожить меня. Лишь ты один. Так почему, старик? Ответа не прозвучало. Вряд ли яшмовый император слышал его. Одинокий, старый осколок черной души, запертый на горе черепов. Лишь один, во всем мире, мог его убить, император седьмого неба. И этот единственный, достойный враг, пощадил его. Дархан посмотрел в сторону удаляющейся птицы Кицель. Что же, возможно, так будет не всегда. Хаджар открыл глаза. Он лежал в холодной, постепенно покрывающейся ледяной коркой, грязи. Над ним возвышался белый клык. Только теперь он не выглядел таким потрепанным. Его серые глаза излучали не пустоту, а осмысленность и силу. Волю, с которой следовало считаться. Скрестив руки на могучей груди, он смотрел на Хаджара. Он ждал. Хаджар, легонько шлепнув ладонью по земле, поднял этим ударом себя в вертикальное положение. Ты справился, младший ученик, прогудел Эрхард, последний король. Мне, тысячи лет назад, потребовалось три дня, чтобы осознать единство души и мира. Тебе же, меньше суток. Это невероятно. Жду того часа, когда ты превзойдешь меня, младший ученик и понесешь славу нашего учителя дальше в потоке истории. Что же может Хаджар и поторопился с выводами. Эрхард, несмотря на то, что вернул себе память, оставался безумцем.